и неописуемо. Его было трудно убить, если только он не столкнулся с сокрушительной силой. Поэтому такие методы, как рабские печати, были трудны для существования высшего царства, если только не существовало особых секретных методов. Похоже, ты не дурак. Гучинг небрежно взглянул на него. Лицо Гувуди мгновенно стало отчаянным. Даже высшее царство будет отпечатано рабской меткой, которая показывала силу методов Гучинга. И он смутно угадал личность Гучинга. Невозможно было иметь такого ужасающего молодого человека в восьми пустошах и десяти областях, поэтому он, должно быть, был из высшего царства. Даже небесная дева Тиньл ушла так близко к нему, что, черт возьми, произошло в восьми пустошах и десяти регионах. Гувуди не мог себе этого представить. Только что у него только что возникла неуважительная мысль о сопротивлении, и из его моря сознания вышла разрушительная аура, которая почти разрушила его душу. Это заставило Гувуди почувствовать себя безнадежным и бессильным. Он был гордым и высокомерным, и его честолюбие было выше просветленного существа. Он не хотел рисковать своей жизнью из-за такого рода вещей. Поэтому, как бы не сопротивлялся Гувуди, в этот момент он мог только подчиниться, не осмеливаясь проявить какое-либо сопротивление или неуважение. Мне нравятся умные люди, потому что умные люди более интересны. Вы, кажется, тоже умный человек. Гучинге заметил перемену в поведении Гувуди и слегка кивнул. Гувуди почувствовал слабость и горечь в сердце. Он был величественным молодым мастером девяти великих гор с высочайшим уровнем развития. Как только он появится, он будет известен во всем мире, и все будут в восторге и почитании. Теперь, прежде чем покинуть гору, он стал рабом, и его жизнь и смерть контролировались другими. Такое чувство просто сводило его с ума от ненависти. Хотелось поднять голову к небу и завыть. Что касается остальных людей, которые были схвачены, Гучинге также насадил на них рабские метки. На случай, если они распространят новости об этом месте и вызовут переполох в девяти великих горах. Судя по этой древней непобедимой базе совершенствования, сила девяти великих гор не должна быть простой. Просветленных было как минимум восемь, и не исключено, что некоторые из них совершенствовались долгое время. Гучинге не заботился о них, но он должен был остерегаться других методов девяти великих гор. А перед этим он хотел узнать личность дитя удачи девяти гор. Отныне я здесь, чтобы сопровождать вас, чтобы навестить вашу старшую сестру. После этого Гучинге приказал всем на летающей лодке голубого облака оставаться здесь, а затем попросил Гувуди и других отвезти его и небесную деву Тиньлу в глубины девяти гор. В качестве телохранителя Альфа прорвался на второй уровень квази императорского царства и следовал за ним. И эти слова Гучинге, естественно, сказал небесной деве Тиньлу. Понятно, мистер Гу здесь, чтобы сопровождать меня, чтобы навестить мою старшую сестру. Небесная дева Тиньлу слегка улыбнулась, ее брови сияли мудростью, и у нее была очаровательная аура. Она уже догадалась о намерениях Гучинге. Вскоре Гувуди и другие двинулись вперед, когда под его ногами протянулась золотая дорога. Пересекая участки гор и рек, устремляйтесь к реальному местонахождению девяти великих гор. Надо сказать, что между облачной гробницей и внешним миром была большая разница. Там было много древних и свирепых зверей. Они были дикими, но не злобными и даже немного послушными. Первоначальные древние леса были густо покрыты, горы величественны. По дороге многие ученики девяти великих гор видели Гувуди и других, все они почтительно отдавали ему честь и очень боялись его. Тем не менее, им было немного любопытно узнать о Гучинге и Небесной Девятинилу, которые следовали за ними. В течение бесчисленных лет ни один посторонний не приходил к девяти великим горам. Однако все они считали их двоих друзьями Гувуди и не осмеливались задавать больше вопросов. «Мой господин, на какую гору нам идти первый?» По дороге вдруг уважительно спросил Гувуди, «На какой бы горе ты ни был, иди на ту гору». Небрежно сказал Гучинге, отводя взгляд от этого места. Да. Гувуди кивнул, золотая дорога тянулась всю дорогу под его ногами, падая с неба и к некой величественной бессмертной горе в глубине. Окружающее море звезд было огромным, и маленькие звезды собрались вместе, с великолепной красотой, которая могла заставить людей почувствовать себя в раю. Это место было третьей горой. «Здравствуйте, молодой мастер. Вас ищет третий горный мастер». Когда Гувуди вернулся, с горной вершины исходил божественный свет. Кто-то подозрительно посмотрел на Гучинга и небесную деву Тинелу, а затем сказал Гувуди, «Среди этих людей были как мужчины, так и женщины. Все они были очень стары, не молоды. Понятно, я отведу высокого гостя к мастеру». Гувуди кивнул и восстановил здесь величие прошлого, с золотым светом, сияющим в его волосах, как у бога. Все его очень боялись, а еще больше интересовались высоким гостем, о котором он говорил, но больше раз спрашивать не смели. «Молодой господин, сюда». Гувуди направился к главному залу Третьей горы. Гучинга слегка кивнул, не беспокоясь о том, что Гувуди проделывает трюки. И он также хотел посмотреть, какое развитие было у так называемого Третьего горного мастера. На вершине Третьей горы облака и туман обширны, древний дворец излучал великолепную ауру. Водопад бессмертного хаоса свисал между пиками. Бессмертный туман был всепроникающим, бессмертный свет переплетался, были тысячи благоприятных облаков и тысячи благоприятных цветов. Это была шокирующая сцена, как настоящая чистая земля за пределами мира, рай на земле. Призрачные звери и птицы здесь все обладали каким-то бессмертным очарованием. Их аура была необычайно сильной, что, можно сказать, полностью отличалась от ауры людей за пределами мира. Увидев приближающихся Гучинга и других, они не испугались, и сияние солнца ярко сияло красочными перьями. Здесь должно быть какое-то тайное сокровище, которое поддерживает окружающую среду мира. Гучинга заметил эту сцену, и у него немного прояснилось на сердце. Девять великих гор были чем-то необычным по сравнению с его внутренней вселенной, в них тоже было ощущение тайны, удачи и бесконечной жизни. Вуди, кто это? Вскоре Гучинга и другие во главе с Гувуди увидели в зале так называемого третьего горного мастера. Это был пожилой человек в черной мантеле, полный сил, с мощной аурой, затаившейся между его глазами. Однако он также озадаченно смотрел на Гучинги, и в его глазах крутилась руна пути императора. Наконец его взгляд упал на небесную деву Тинлу. Учитель – это высокий гость, которого ученик встретил у горных ворот. Гувуди уважительно сказал, не осмеливаясь раскрыть то, с чем он сталкивался раньше. Ты небесная дева Тинлу этого поколения? Голос третьего горного мастера был немного испуганным. Очевидно, он узнал небесную деву Тинлу. Небесная дева Тинлу слегка улыбнулась и сказала, приветствую, товарищ босс. Тогда кто это? Он посмотрел на Гучинги, немного неуверенный в совершенствовании этого молодого человека. Это, очевидно, создавало у людей впечатление, что он не очень стар, но почему это заставляло его чувствовать себя чрезвычайно опасным и трепетным. Даже больше, чем небесная дева Тинлу перед ним. Его зовут Чанг, и он мой муж. Однако, прежде чем Гучинга успел заговорить, небесная дева Тинлу взяла на себя инициативу и сказала с улыбкой, естественно взяв его за руку. Ее черные брови были изогнуты. Стоя здесь подобно божественному лотосу со священной аурой, она, казалось, вернулась к своему прежнему виду. Муж, хозяин третьей горы дернул бровями, и его сердце слегка дрогнуло. Когда у небесной девы Тинлу появился муж. С древних времен небесная дева Тинлу всегда была представителем чистоты, и ни один мужчина никогда не появлялся рядом с ней. Да, но я всего лишь наложница своего мужа. Небесная дева Тинлу снова сказала, но на этот раз, казалось, было какое-то негодование излишне говорить, что внешний вид небесной девы Тинлу был неземным и мудрым. В ее глазах была какая-то запредельная святость, которая давала людям ощущение, что богиня девяти небес не запачкана пылью, и красота ее подобна сну. Но в этот момент из ее уст она говорила такие слова наложницы, был намек на обиду. Это действительно потрясло третьего горного мастера, он не мог в это поверить и чуть не округлил глаза. И все же такие эмоции и выражения лица не казались фальшивыми. Для восьми пустыни десяти регионов личность небесной девы Тинлу была настолько трансцендентной и благородной, как она могла так легко произносить такие слова. Однако Гувуди поверил этому утверждению. Иначе как объяснить, почему она, как таинственная небесная дева Тинлу, сопровождала Гучинги, человека из верхнего царства. Из этого также можно было видеть, что личность Гучинги была настолько ужасающей, что небесная дева Тинлу была готова произнести такие слова. Услышав это, даже он не мог не почувствовать некоторую зависть в своем сердце. Даже если он был молодым мастером девяти великих гор, он должен был испытывать трепет перед лицом небесной девы Тинлу. Небесная дева Тинлу, ты ведь не шутишь, верно? Выражение третьего горного мастера быстро вернулось к норме, но шок все еще оставался в его глазах. Я не думаю, что мне нужно шутить в этот момент, с улыбкой ответила небесная дева Тинлу. Было действительно трудно найти малейший недостаток. Это так, сэр? Затем она слегка моргнула и посмотрела на Гучинги, который был рядом с ней. Аромат был пронизывающий и знойный. Неужели ты не можешь быть более достойным и святым перед посторонними? Гучинги казался немного беспомощным, с достаточным количеством изнижения в глазах. Он нежно обнял ее тонкую талию. Он понял намерение небесной девы Тинлу, и она ожидала, что он не съест ее из-за девяти бессмертных соблазнительных тел. Вот почему она была так уверена в себе и так обдуманно говорила при посторонних. Однако Гучинги никогда не страдал от каких-либо недостатков. Даже если не было решения проблемы девяти бессмертных соблазнительных тел, было нелегко воспользоваться этим. Слабая дымка поднялась с лица небесной девы Тинлу, и она почувствовала тепло, исходящее от ее талии и конечностей. Кончик носа имел слабую прозрачную ауру, как холодный мрамор. Но она тихо фыркнула, вырвалась из рук Гучинга и сказала, «Неужели руки вашего мужа такие нечестные перед посторонними?» Увидев эту сцену, третий горный мастер больше не сомневался в своем сердце. Он выглядел немного осторожным, угадывая личность Гучинга. В конце концов, если небесная дева Тинлу скажет это лично, его личность может шокировать. Новость о том, что небесная дева Тинлу стала чьей-то наложницей, если бы она вышла наружу, могла бы вызвать волну шока. Это потрясет восемь пустыни десять областей. Кто этот молодой господин? Спросил третий горный мастер с несколько достойным выражением лица. Друг Дос, вы можете просто назвать моего мужа молодым мастером, и вам не нужно беспокоиться о его личности. Услышав это, на лице небесной девы Тинлу снова появилась улыбка в качестве объяснения. Понятно, здравствуйте, молодой господин. Третий горный мастер тоже был человеком, он уже догадался по этим нескольким словам об общей идее и поклонился Гучинге. Хотя идентичность девяти великих гор была отделена в восьми пустошах и десяти регионах, кто знал, были ли спрятаны какие-то более старые семьи, которые имели контакт с истинной бессмертной землей и имели кровь бессмертных. Он подсознательно думал о личности Гучинга сверху и не догадывался о верхнем царстве. Поскольку это было просто невозможно, как небесная дева Тинлу могла войти в контакт с верхним царством. Это был враг, который все это время атаковал и вторгался в город Небесного Лу. Для небесной девы Тинлу, которая отвечала за охрану города Небесного Лу, было невозможно иметь какой-либо контакт с верхним царством. Интересно, почему небесная дева Тинлу на этот раз пришла ко мне в девять гор? После этого третий горный мастер успокоил свои эмоции, его лицо стало нормальным, и он спросил. Он предположил, что небесная дева Тинлу, вероятно, пришла сюда из-за вторжения в верхнее царство в восьми пустошах и десяти регионах. В конце концов, город Небесного Лу нуждался в поддержке девяти великих гор. Думая об этом таким образом, это могло быть использовано как причина для преследования второго горного мастера. Главная цель моего визита на этот раз – навестить старшую сестру, которая покинула город Небесного Лу и приехала сюда, и узнать, как у нее дела. Небесная дева Тинлу ответила с улыбкой, не было ни утечки, ни изъяна. Конечно, можно сказать, что это тоже было одной из ее целей. Ты имеешь в виду Чин Су Юн? Хозяин третьей горы слегка нахмурился. На самом деле он мало что знал о обидах между Чин Су Юн и Небесной Девой Тинлу. Он только знал, что отношения между ними двумя были старшей сестрой и младшей сестрой, и они обе были кандидатами в следующую Небесную Деву Тинлу. Хотя Чин Су Юн долгое время была новичком, ее талант совершенствования был не так хорош, как у ее младшей сестры. Позже, не зная, каковы были отношения, Чин Су Юн восстал из города Небесного Лу, пришел к Девяти Великим Горам и был взят в ученики к мастеру Второй Горы. Точно, Небесная Дева Тинлу слегка кивнула. Глаза хозяина Третьей Горы слегка дрогнули, в сердце он думал о приобретениях и потерях. Теперь Чин Су Юн была старшей сестрой Девяти Великих Гор, и ее авторитет среди учеников не ослабевал. Если бы Небесная Дева Тинлу пришла отомстить таким образом, она действительно проиграла бы Девяти Горам. Небесная Дева Тинлу, возможно, тоже знала о проблемах с этим вопросом, поэтому она попросила своего мужа сопровождать ее. Из этого момента также можно было увидеть, что личность ее мужа, вероятно, была ее доверием. Подумав об этом, Третий Горный Мастер улыбнулся и сказал, Чин Су Юн, ученик Второго Горного Мастера. Если Небесная Дева Тинлу хочет найти ее, то, похоже, ему нужно отправиться на Вторую Гору. Однако, поскольку вы пришли издалека, почему бы не отдохнуть здесь? Я попрошу своего ученика сообщить об этом, чтобы Второй Горный Мастер мог узнать об этом. Интересно, что думает Небесная Дева Тинлу? Услышав это, Небесная Дева Тинлу, казалось, какое-то время думала об этом, затем посмотрела на Гучинги рядом с ней, моргнула и сказала, Муж, что ты думаешь? Такие вещи должна была решать Гучинги, а она не могла этого сделать. Почему бы тебе просто не следовать тому, что сказал Третий Горный Мастер? В любом случае, вы сейчас никуда не торопитесь. Гучинги сказал с легкой улыбкой, выражение его лица всегда было нежным и естественным, таким же богатым, как Нефрит. В таком случае, почему бы вам двоим сначала не пойти отдохнуть, а я позволю ученику отправиться на Вторую Гору, чтобы доложить? Третий Горный Мастер улыбнулся, а затем приказал Гугуди организовать отдых Гучинга и Небесной Девы Тинлу. Вокруг Второй Горы на Священной Горе было много дворцов, великолепных и простых, в стиле, совершенно отличном от нынешней эпохи. В горах задержался солнечный свет, струился пестрый и густой туман. На медицинских полях были посажены всевозможные небесные грибы и лекарства, и для ухода за ними были специальные ученики. Милорд, вы можете пока отдохнуть здесь. Гугуди привел Гучинга и Небесную Деву Тинлу в великолепный зал, а затем почтительно удалился. Его жизнь была в руках Гучинга, и он не смел думать о чем-то неуважительном. А на пути к Третьей Горе он уже рассказал все тайны о Девяти Великих Горах, которые знал, а знал почти все. Увидев, как Гугуди уходит, Гучинга немного подумал в холле, а затем достал пурпурное зеркало Хун Мэн, намереваясь на этот раз вывести дитя удачи. Хотя он не видел этого своими глазами, он уже знал, кто это был со слов Гугуди. Гул. На пурпурном зеркале Хун Мэн появилась вспышка мерцающего фиолетового света, необъяснимая аура спустилась, и на первоначально размытой поверхности зеркала внезапно появилась сцена. Что это за тайное сокровище? Глаза небесной девы Тиньлу упали, и она была немного странной. Она могла ощутить необычайность этого тайного сокровища. Он даже задействовал причину и следствие судьбы, как будто мог вывести картину прошлого и будущего. Однако Гучинга проигнорировал ее, но посмотрел на сцену, возникшую в пурпурном зеркале Хун Мэн. Это была грозовая ночь, и небо и земля были окутаны тьмой. Время от времени по небу сверкали громы и молнии, скаля зубы и когти, освещая небо и землю. Ужасная резня происходила во дворце и павильоне, спрятанных в лесу горы Юнву. В радиусе сотен тысяч миль мерцал божественный свет. Руны были подобны морю, и ужасающая аура охватывала все стороны, уничтожая все, что можно было бы назвать землетрясением. Многие земледельцы трагически погибли в этой битве и вместе противостояли нашествию иноземных врагов, которые можно было бы назвать трагическим. Там была команда, которая незаметно провожала младенца, спрятанного в пеленку, намереваясь разорвать пространство и держаться подальше от этого места. Может быть, на этот раз ребенок, дитя удачи. Сиаян, младший брат девяти гор. Взгляд Гучинга тоже упал на ребенка на картинке, немного задумчивый. Было видно, что семья позади Сиаяна, казалось, столкнулась с ужасающей атакой. Эти культиваторы наступали агрессивно, прорывая пространство и спускаясь. Очевидно, они были подготовлены в течение длительного времени, и развитие сильных даже превзошло высшее царство. Эта битва почти уничтожила семью Сиаяна, оставив после себя только руины. Конечно, были еще рыбы, проскользнувшие через сеть, которые пережили нападение и спаслись удачей. Однако, по мнению Гучинга, это соответствовало распорядку дня сына удачи, который всегда страдал и глубоко ненавидел. Интересно, культиваторы, напавшие на семью позади Сиаяна, принадлежали к верхнему царству или пришли из восьми пустыни десяти регионов? Гучинга сузил глаза, и в его голове пронеслись разные мысли. Вообще говоря, семья дитя удачи, у которой был такой распорядок, была бы чем-то особенным. Либо это должно было обладать каким-то великим сокровищем, которое каждый мог без вины пожелать. Либо из-за своей особой родословной телосложения они ненавидели окружающих, либо вызывали страх. Голубая кровь, когда сражаешься до безумия, глаза станут золотыми, а сила возрастет. Может быть, это семья? Таким образом, у семьи Гу может быть неразрешимая карма. Более 20 лет назад это было действительно прекрасно. Подумав об этом, Гучинга внезапно кое о чем подумал и планировал найти возможность вызвать этих людей, чтобы спросить. Он предположил, что Сиаян имел какое-то отношение к клану хранителей восьми пустыни десяти регионов, или что они были рыбой, проскользнувшей через сеть в самом начале. Гучинга все еще помнил, что более 20 лет назад древняя бессмертная семья Гу разместила несколько электростанций своей семьи в восьми пустошах и десяти регионах, и ей было приказано истребить клан хранителей. Если бы это было так, временная шкала все еще могла бы перекрываться. Как семья хранителей восьми пустоши и десяти регионов, сила их родословной заключалась в способности призывать бессмертные героические души с небес и земли. Кровь была бесконечной, а героическая душа была бессмертной. Эта семья даже построила кладбище в своем собственном духовном море, чтобы похоронить поколения сильных членов семьи. Даже если бы они падали бесчисленное количество лет, они могли бы вспомнить свои следы из мира и снова сражаться бок о бок. Однажды во время битвы с высшим царством стражи даже призвали бессмертную душу. Хотя он был инвалидом бессмертного, он также нанес чрезвычайно ужасающий урон армии Верхнего Царства. Семья древних бессмертных Гу также долгое время рассчитывала уничтожить клан стражей более 20 лет назад и, наконец, решила нанести удар, когда он был самым слабым. Потому что в то время патриарх клана хранителей не смог прорваться и был тяжело ранен. К тому же ребенок родился, а жена была слабой. Хотя его родословная была сильной, только очень небольшое количество людей могло призывать героические души. К тому же число членов клана было невелико, и они всегда находились в состоянии уединения. Под этим громовым ударом, который был полностью подготовлен, все еще была рыба, которая проскользнула через сети и ускользнула. Но теперь он столкнулся со мной, интересно, может ли Сиаян так повести? Легким движением рукава Гучинга взял пурпурное зеркало Хун Мэн. Хотя небесной девяти милу было немного любопытно, что только что произошло в пурпурном зеркале Хун Мэн, она также была тактична и не задавала слишком много вопросов. Чем больше человек не знал некоторых вещей, тем лучше. Три дня спустя молодой ученик второго горного мастера будет соревноваться с Гувуди за контроль над печатью бессмертия девяти гор. Теперь девять великих гор не сомневаются в нашем намерении прийти. Возможно, в то время это будет лучшая возможность сделать ход. Она улыбнулась и сказала, что ее глаза сияли, божественность и демоническая аура сосуществовали. Ей было наплевать на девять великих гор. Каково происхождение этой бессмертной печати девяти гор? Услышав это, Гучинги немного заинтересовался этим. И в соревновании три дня спустя Гувуди подавил свое развитие, чтобы оказаться в той же сфере, что и Сиайян. Он пообещал соглашение в три хода. Но, по мнению Гучинги, Гувуди обязательно проиграет. Ведь в условиях ставок, сделанных сыном удачи, особенно знакомого всем трехходового соглашения, результат был без исключения. Сын удачи насильно бил всех по лицу, когда все не были оптимистичны в отношении ситуации, и в конце концов побеждал. Он слишком много видел такого рода рутины. Сама удача была иллюзорной, и слишком много было случайных факторов, не говоря уже о том, что сам Сиайян был непростым, и было много скрытых методов. Таким образом, через три дня, согласно обычному распорядку, Гувуди будет побежден, а бессмертная печать девяти гор все равно попадет в руки Сиайяна. Я только слышал, что бессмертная печать девяти гор является основанием девяти великих гор. Он собирает бесчисленные годы веры, удачи, судьбы и т. д. Девяти великих гор. Это таинственно и невыразимо. Уровень такого сокровища превзошел оружие императора. Девять великих гор всегда могут быть спрятаны здесь, и это во многом связано с этим. Небесная дева Тиньлу немного подумала и рассказала Гучинге о том, что узнала. То есть, если девять великих гор сравнить с независимым миром, то бессмертная печать девяти гор похожа на пограничное сокровище, что-то, что подавляет удачу. Гучинге кивнул, чувствуя себя немного ошеломленным. Вскоре новость о прибытии небесной девы Тиньлу на девять великих гор распространилась с третьей горы, вызвав большие волны. Хотя ученики девяти гор не покидали это место много лет, они не были чужими для небесной девы Тиньлу. В глазах многих людей она была стражем небесного города Лу. Как и у девяти великих гор, у нее была важная задача по защите восьми пустошей и десяти регионов. Но на этот раз небесная дева Тиньлу пришла к девяти великим горам. Это казалось совершенно недобрым, причина, похоже, была связана с ее бывшей старшей сестрой. И этой старшей сестрой теперь была Чен Су Юн, старшая сестра девяти гор. Между небесной девой Тиньлу и Чен Су Юн было много вражды, и казалось, что она была здесь, чтобы решить этот вопрос. Многие ученики девяти великих гор были крайне удивлены этим. Некоторые люди даже разозлились, думая, что небесная дева Тиньлу пришла отомстить. Ее сопровождал молодой человек, который, как говорят, был ее мужем. Но личность этого молодого человека была очень загадочной. Даже третий горный мастер обращался с ним вежливо и не смел пренебрегать им. Этот инцидент быстро распространился среди гор девяти великих гор. Вызвав большое волнение, появление небесной девы Тиньлу и Гучинга на девяти горах потрясло всех учеников. Даже горные мастера были очень обеспокоены этим, поскольку они размышляли о личности Гучинга. Судя по словам небесной девы Тиньлу, прошлое Гучинга было очень ужасающим. Не говоря уже об уровне его совершенствования в юном возрасте, было еще труднее угадать. Даже она сама призналась, что была его наложницей. Под влиянием этих слухов многие ученики отправились на третью гору, пытаясь увидеть истину. Конечно, эти люди также хотели знать, как будут разрешены претензии между небесной девой Тиньлу и старшей сестрой Чиньсу Юн. В конце концов, это было важное событие, связанное с городом небесного Лу и девятью великими горами. И вскоре в величественной второй горе Чиньсу Юн получила эту новость. Ее брови не могли не нахмуриться. На его лице была какая-то путаница и борьба, которая, наконец, превратилась в вздох. Она, наконец, здесь, выражение ее лица стало очень сложным. В ее памяти промелькнуло множество воспоминаний, которые, в конце концов, остановились на лице яркой и блестящей девушки. На самом деле, она должна была ожидать этого. Все эти годы она ждала, когда небесная дева Тиньлу постучит в ее дверь. Старшая, вы действительно старшая сестра небесной девы Тиньлу. Ты собираешься уладить с ней свои обиды? В это время снаружи дворца появился юноша, окруженный голубым сиянием. Он выглядел необычайно прямым и уверенным в себе. Это был Си Айян, но теперь выражение его лица было немного встревоженным и взволнованным. Он тоже был шокирован этой новостью. Если бы Чэнь Су Юн не нашла его под водопадом, когда он был маленьким, его могли бы сожрать близлежащие звери. Можно было бы сказать, что если бы не было Чэнь Су Юня, его бы сейчас не было в живых. Более того, в эти годы Чэнь Су Юн заботилась о нем и учила его многим истинам, а также была ему как сестра и мать. Он также был благодарен Чэнь Су Юну от всего сердца. Он планировал защищать ее и отплачивать за нее всю оставшуюся жизнь, когда станет способным. Теперь, когда он получил эту новость, она действительно потрясла его. Он никогда не знал о таком большом деле. Чэнь Су Юн никогда не говорил ему об этом. Что касается слухов о Небесной Деве Тинь Лу, то он знал о них в последние годы. Он знал, что, когда много лет назад армия Верхнего Царства сокрушила город Небесного Лу, ужасающее просветленное существо было подавлено и убито ею перед городом Небесного Лу. Первая битва потрясла мир и потрясла все направления. Сила Небесной Девы Тинь Лу не была слабой. До этого он не знал об отношениях между Небесной Девой Тинь Лу и Чэнь Су Юн. Вы тоже слышали об этом? Стоя перед Сиаяном, выражение лица Чэнь Су Юн долгое время было нежным, и она также демонстрировала редкую улыбку. Старшая сестра, Небесная Дева Тинь Лу, просветленное существо, а вы находитесь только в квази-императорском царстве. Если ты хочешь разрешить обиды, ты вообще не будешь ее противником. Сиаян не мог скрыть своего беспокойства в своем сердце, когда он выпалил. Это дело было его приоритетом, а не битва между Ним и Гугуди три дня спустя. В конце концов, для него Чэнь Су Юн была как мать, членом семьи. Это дело между мной и ней. Рано или поздно она будет решена. Вам не нужно об этом беспокоиться. Чэнь Су Юн мягко сказала. Кроме того, талант младшей сестры сильнее моего. На самом деле, я должен был понять это давным-давно. В конце концов, она очень рано стала просветленной, когда вошла в мир просветленным существом. Теперь она, вероятно, находится на более позднем этапе этого царства, а я провел бесчисленное количество лет, оставаясь на шестом уровне квази-императорского царства без какого-либо прорыва. Сказав это, она вздохнула. Выражение ее лица становилось все более и более сложным. Это был первый раз, когда Сиаян увидела выражение вины на лице старшей сестры. Он потерял дар речи, не имея ничего, чтобы ответить. Он не понимал обид между Чин Су Юн и Небесной Девой Тин Лу. Но, судя по текущей ситуации, Чин Су Юн могла тогда сделать что-то не так, и это была причиной ее прибытия на Девять Великих Гор. Однако, даже если Чин Су Юн сделала что-то не так, она все равно была его старшей сестрой. Он никому не позволит причинить ей боль. Подумав об этом, Сиаян замолчал, тайком сжав кулаки. То, что учитель сказал тогда, не было неправильным. Младшая сестра, самый подходящий кандидат на должность следующей Небесной Девы Тин Лу, а также она самая талантливая Небесная Дева Тин Лу за последние бесчисленные годы. Если бы Небо и Земля позволили это, Небесная Дева уже действительно достигла бы другого уровня. Чин Су Юн вздохнула, чувствуя себя немного взволнованной. За эти годы она поняла, как совершенствовать себя. Так что она на самом деле сожалела о том, что тогда произошло, но в этом мире не было лекарства от сожаления. У нее также не было возможности повернуть вспять длинную реку времени и изменить то, что произошло в начале. Мастер, что случилось в первую очередь? Почему вы, две сестры, пошли друг против друга? Сиаян не мог не спросить. Чин Су Юн покачала головой, в ее глазах было немного виновата, и она сказала, мне жаль ее. Сначала я завидовал ее таланту. Когда я узнал, что мастер намеревался сделать ее следующей Небесной Девой Тин Лу, я не хотел. Затем, пока мастера не было, я увез ее из города Небесного Лу на берег моря граничных памятников и попытался украсть ее талант тайными методами. Жаль, что когда я был близок к успеху, мой мастер заметил это и бросился спасать мою умирающую младшую сестру. Чтобы спасти младшую сестру и сохранить ее талант, мастер не колеблясь использовала свою жизнь в качестве посредника для выполнения высшего секретного метода. Именно из-за этого мой мастер быстро умер. Чин Су Юн ничего не сказала о том, что она сбежала из города Небесного Лу, пришла к Девяти Великим Горам и умоляла хозяина Второй Горы принять ее. Потому что это уже не имело значения. Она знала, что ее младшая сестра возненавидит ее. Но, возможно, перед смертью ее мастера она надеялась, что они перестанут враждовать друг с другом и отпустят ее ненависть. Более того, младшая сестра знала, что если она одна придет к Девяти Великим Горам, чтобы отомстить, она может умереть. Вот почему она не приходила мстить все эти годы. Выслушав это, Си Ян тоже замолчал. Но вскоре он снова поднял голову и тихо сказал, «Люди не святые, и только святые не могут ошибаться. Поскольку ты осознала свои ошибки, сестра, думаю, будь я Небесной Девой Тиньлу, я бы простил тебя». После стольких лет, как в этом мире может быть порог, который нельзя пересечь. Если Небесная Дева Тиньлу великодушна, она не должна питать такую ненависть. Более того, у вас есть отношения между старшей сестрой и младшей сестрой. В этом мире нет никого ближе к ней, чем ты. Я тоже на это надеюсь, но в этот раз, похоже, все не так просто. Мою младшую сестру сопровождает молодой человек. Чинь Су Юн улыбнулась, когда услышала эти слова, и поняла, что имел в виду Си Ян. Она чувствовала, что младшая сестра не отпустит ее так просто. Учитывая ее личность, как она могла так близко подобраться к молодому человеку. Следовательно, самой большой вероятностью было то, что она хотела использовать силу этого молодого человека, чтобы запугать девять великих гор и не позволить им вмешиваться в это дело. Разногласия между ними разрешатся сами собой. Из этого она также могла видеть решимость своей младшей сестры отомстить. Не беспокойся об этом и приготовься к соревнованию между тобой и Гувуди. Второй горный мастер уже рассказал мне о вас. Старшая сестра считает, что вы можете выиграть это пари. После этого на лице Чинь Су Юн появилась некоторая усталость, и она замахала руками. Си Ян знал, что в этом смысл приказа старшей сестры о выселении. Он молча кивнул, сжал кулаки, но сказал себе в сердце. Не волнуйся, старшая сестра, я никому не позволю тебя обидеть. С этим он также покинул дворец и отправился к горе, где находился второй горный мастер, желая попросить его помощь своей старшей сестре. Си Ян знал, что ради его лица второй мастер никогда не будет стоять в стороне и игнорировать вопрос старшей сестры Чинь Су Юн. Так это обида между тобой и этой старшей сестрой? В то же время во дворце на третьей горе Гучинге также выслушала обиды между небесной девой Тинь Лу и ее старшей сестрой Чинь Су Юн. Он поднял брови с некоторым интересом. Дело было не в том, что он внезапно заинтересовался недовольством небесной девы Тинь Лу, а в том, что человек, усыновившийся Яна более 20 лет назад, был старшей сестрой Чинь Су Юн. Такого рода штука могла поразить сына удачей и прихватить шерсть по пути. Гучинге, естественно, не отказался бы от такой возможности. Почему? Сочувствует ли мистер Гу моему опыту? На лице небесной девы Тинь Лу все еще была слабая улыбка. Она была одета в белоснежное одеяние, украшенное перьями. Ее высокое и стройное тело демонстрировало изящную и безупречную фигуру, которую можно было сдуть ветром. Когда ее светлые глаза мигали, в этом был чрезвычайно обманчивый смысл, совершенно отличный от ее святой внешности. Сочувствие – это не о чем говорить, разве вы сейчас не живете хорошо? Гучинге выглядел небрежно, покачал головой и сказал. Кажется, ты все еще хочешь отомстить ей все эти годы. Перед смертью мастера я пообещал ей, что отпущу свою ненависть и защищу город небесного Лу. Хявин Лэлу циты – результат ее кропотливых усилий. Я сделаю все возможные, чтобы защитить его, но я не позволю никому, кто предал моего учителя и причинил вред людям учителя, продолжать жить. Небесная Дева Тинелу подошла к окну дворца. Она подняла голову и посмотрела на огромную и величественную галактику вдалеке. Эти прекрасные хрустальные глаза отражали великолепный звездный свет, а ее голубые волосы были похожи на водопад, струящийся с движущимся блеском. По ее мнению, причина смерти ее мастера заключалась в том, что она использовала свое долголетие, чтобы сохранить свой талант и жизнь. И все это принесла ее старшая сестра Чен Су Юн. Тогда я подожду, пока не придет время посмотреть хорошее шоу. Гу Чен Гу налил бокал вина и неторопливо выпил. Я думал, что мистер Гу убедит меня отпустить свою ненависть. В конце концов, она моя старшая сестра. Небесная Дева Тин Лу внезапно обернулась, глядя на него с необъяснимым значением. Я не знаю страданий других, поэтому я не собираюсь убеждать других быть великодушными. Какие у меня есть качества, чтобы убедить вас отпустить вашу ненависть? Гу Чен Гу покачал головой и сказал, конечно, что это были просто приятные слова. Для него не имело значения, отомстила Небесная Дева Тин Лу или нет. Самое главное, если бы Небесная Дева Тин Лу не отомстила и начала конфликт с Чен Су Юнем, как можно было бы восполнить ненависть сына удачи? Как он будет щипать шерсть и собирать эту удачу? Метод молодого мастера Гу по задабриванию женщин очень умен. Если бы я не знал вас очень хорошо, боюсь, я был бы тронут вашими словами. Глаза Небесной Девы Тин Лу ярко сияли, как будто из них лился сияющий божественный свет. Она не могла не улыбнуться, когда уголки ее рта двинулись вверх. Внезапно она подошла к Гучинге, обняла его за шею и села. Появился нежный аромат, знойный, и даже ощущалась прохлада голубого шелка, пробегающего по коже. Если бы ты не ожидал, что я не съем тебя сейчас, я не думаю, что ты был бы таким смелым. Гучинге оставался невозмутимым, продолжая пить про себя. Однако Небесной Деве Тин Лу было все равно, и она взяла на себя инициативу подойти. Гучинге поднял брови, но он никогда не думал, что эта женщина будет настолько инициативной и смелой, чтобы защитить Небесный город Лу. Не могу есть, разве нет другого выхода? Небесная Дева Тин Лу подняла голову со слабой улыбкой на губах. Она была очень уверена в себе и, казалось, вызывающе насмехалась. У нее были блестящие глаза и зубы, ее безупречная белая шея излучала нефритовое сияние. Весь ее облик был и дьявольским, и божественным. Она была настолько красива, что это казалось почти нереальным, заставляя людей сомневаться в том, что это ее настоящая внешность. «Мне все меньше и меньше хочется тебя убивать», — вздохнул Гучинге, и его ладони легли на ее безупречное и красивое лицо. В мгновение ока это был уже следующий день. Среди главных пиков Второй Горы собралось много учеников Девяти Великих Гор, и даже горный мастер прибыл рано. Горные вершины выглядели величественно, окруженные голубыми лучами света, а скалы были гладкими, как зеркало, словно они были вырезаны с неба небесным мечом. Здесь аура была настолько плотной, что породила разноцветный туман. Этот бессмертный туман переплетался между различными древними деревьями, что привело к рождению божественных лекарств. Они излучали сильный лечебный аромат, который распространялся по окрестностям. В этот момент на площади главной вершины мерцали руны и свисали различные законы, как будто они существовали с древних времен. Это было древнее поле битвы, скрытое в виртуальном пространстве. Он был окутан туманным светом, создан могущественными существами с девяти великих гор на протяжении поколений, и на нем было выгравировано множество могущественных образований. Обычно его активируют только тогда, когда происходят крупные события, такие как сражения горных мастеров друг с другом, что может выдержать колебания существования сражений в царстве императора. Но теперь это было явно не из-за такого рода вещей. Я слышал, что небесная дева Тиньлу уладит свои претензии со своей старшей сестрой Чинь Су Юн. Здесь будет активировано даже поле битвы царства императора. Кажется, скоро будет страшная битва. Однако многие люди не испытывают оптимизма в отношении старшей сестры Чинь Су Юн. В конце концов, это небесная дева Тиньлу, просветленное существо, а старшая сестра находится только в царстве квази императора. Разрыв между ними слишком велик. Действительно, кажется, что другая сторона явно хулиган. Многие ученики девяти великих гор, которые были проинформированы, прибыли сюда рано, собравшись со всех сторон, глядя на туманное поле битвы на площади. Они говорили в полголоса о главных событиях, которые произошли в девяти великих горах в эти дни. Небесная дева Тиньлу пришла отомстить, и она хотела разрешить свои обиды со своей старшей сестрой Чинь Су Юн. Когда они узнали, что развитие небесной девы Тиньлу было намного выше, чем у Чинь Су Юн, они были потрясены. Тогда они возмущались и были недовольны, чувствуя, что другая сторона издевается. В конце концов, у небесной девы Тиньлу явно была сильная база совершенствования, и она хотела запугать свою старшую сестру слабым совершенствованием. Некоторое время это также вызывало праведное негодование многих людей. Особенно по наущению и подстрекательству Си Айян, многие люди не могли не злиться на разоблаченную небесную деву Тиньлу. Однако нашлись и здравомыслящие люди, почувствовавшие, что дело это непростое. Если другая сторона действительно намеревалась использовать их развитие, чтобы угнетать их, эти горные мастера не могли сидеть сложа руки и позволять другой стороне запугивать высших гений в девяти великих гор. Так что в этом вопросе, вероятно, старшая сестра Чинь Су Юн была не права. Конечно, некоторые люди думали, что это произошло потому, что горные мастера боялись таинственного человека рядом с небесной девой Тиньлу и не хотели вмешиваться. И вскоре, среди обсуждений в толпе, божественный свет сошел с восточного неба и превратился в женщину с равнодушным выражением лица. Это была старшая сестра Чинь Су Юн. Она была довольно престижной среди учеников девяти великих гор, поэтому, когда она прошлась по округе, все ученики не могли не успокоиться. Тогда обида Чинь Су Юн на город небесного Лу находится вне нашего контроля. Глядя на выражение ее лица, кажется, что она все поняла, поэтому она такая спокойная. На высокой платформе возвышались несколько расплывчатых фигур, вокруг которых бушевала хаотичная энергия, словно они находились в другом далеком мире. Они были мастерами девяти гор. Пока они разговаривали, их взгляды упали на Чинь Су Юн, чувствуя, что ее развитие было таким же, как обычно, и мало что изменилось. Владелец с другой стороны, Си Аян также внимательно наблюдал за всем этим с тяжелым выражением лица и небольшим беспокойством в сердце. Хотя он уже подошел ко второму горному мастеру и хотел, чтобы он помог ее старшей сестре. И второй горный мастер тоже согласился с ним и дал Чинь Су Юн секретное сокровище, которое могло защитить ее жизнь в критические минуты. Но он все еще не очень доверял Чинь Су Юн. Небесная дева Тинь Лу была ветераном Просветленного, и если бы она сделала все возможное, она могла бы убить Чинь Су Юн одним пальцем. Если что-то случится с моей старшей сестрой, даже если ты небесная дева Тинь Лу, я не отпущу тебя, Си Аян тайно произнес в своем сердце, обращая внимание на западное направление, ожидая появления небесной девы Тинь Лу, бум. Но в этот момент все заметили сильный импульс с запада. Их взгляды не могли не упасть на источник. Это был яркий и привлекательный золотой свет. Раскинулась золотая дорога, уходящая издалека в это место. На нем были распустившиеся золотые лотосы. Один за другим каждый кусочек был кристально чистым, словно распускались цветы ДА. На ней стояли мужчина и женщина, оба одетые в белые с развивающимися рукавами. Они были отстраненными и утонченными, выглядели очень гармонично, как пара бессмертных. Небесная дева Тинь Лу сошла с золотой дороги, не дойдя до площади, и собиралась ступить на древнее поле битвы. Ее лицо было белым и безупречным, изысканным и несравненным. Она была немного выше обычных женщин и обладала святой аурой, как богиня над девятью небесами, незапятнанная пылью. Появившись здесь в этот момент, он сразу привлек внимание всех учеников. Они впервые увидели небесную деву Тинь Лу, и в их глазах вспыхнуло глубокое удивление. Однако были и люди, которые смотрели на Гучин Ги, желая узнать, кто этот загадочный молодой человек, который сопровождал кого-то с таким благородным и трансцендентным статусом, как небесная дева Тинь Лу. Горные мастера не смели пренебрегать им. За последние несколько дней, хотя некоторые ученики отправились на Третью Гору, чтобы попытаться увидеть истинное лицо, все они потерпели неудачу и были отвергнуты. Телохранителем этого молодого человека был Квази Император, одетый в боевой костюм Черного Железа. Его сила была чрезвычайно ужасающей, и они не осмелились приблизиться к нему. Позади Гучин Ги, Третий Горный Мастер, Гувуди и другие также появились здесь, желая вместе посмотреть битву. Это тот таинственный молодой человек, откуда он взялся? Почему он вызывает у меня опасные чувства? Горный мастер с некоторым сомнением посмотрел на Гучин Ги. У остальных горных мастеров тоже было другое выражение лица, в глубине души думавшие, что они прожили бесчетное количество лет, не замечая изменений восьми пустыни десяти регионов. Они видели всяких гениев, но такое непредсказуемое и загадочное существо они видели впервые. Если бы его не сопровождала Небесная Дева Тиньлу, все они задались бы вопросом, прибыл ли Гучин Ги из Верхнего Царства. Мастер, как вы думаете, у старшей сестры есть шанс на победу? Сиаян подошел ко второму горному мастеру, хмурясь. Его взгляд скользнул по Гучин Ги, а затем упал на Небесную Деву Тиньлу. Он не мог не спросить, что касается Гучин Ги, то он не знал его и не хотел знать. Однако глубокая и обширная ужасающая аура другой стороны, а также его отчужденные и невнимательные выражения лица заставляли его чувствовать себя некомфортно. Услышав слова Сиаяна, второй горный мастер отвел взгляд от Гучин Ги. Он покачал головой и сказал, шансов на победу нет, но она должна быть в состоянии спасти свою жизнь. Не то чтобы ему не нравился Чин Су Юн, просто разрыв между ними был слишком велик. Его основное внимание по-прежнему было приковано к Гучин Ги, молодому человеку, которого даже он не мог разглядеть. Будь то аура или сила, она раскрыла тайну, которую было трудно понять и которую нельзя было разгадать. Неудивительно, что такой парень, как третий мастер горы, так осторожен и не смеет пренебрегать. Второй горный мастер еще раз внимательно посмотрел на Гучин Ги. Мастер, тебе не нравится старшая сестра? Ся Ян нахмурился еще сильнее. Между квази императорским царством и просветленным существом действительно существовал разрыв. Теперь казалось, что он мог только надеяться, что старшая сестра не будет ранена. Старшая сестра, я не видел тебя столько лет, но теперь кажется, что я довольно хорошо провел время. На площади небесная дева Тиньлу посмотрела на Чин Су Юн со слабой улыбкой на лице. Она была святой, как лотос Будды, вьющейся и грациозной, красивой и подвижной. Чин Су Юн сказала со сложным выражением лица. Я не ожидала, что ты сегодня станешь таким. Говоря, она не могла не взглянуть на Гучин Ги, который был недалеко, и вздохнула. О, как я выгляжу в глазах моей старшей сестры. Небесная дева Тиньлу все еще улыбалась и говорила, словно вспоминая ее. В прошлом вы бы не искали так называемой помощи от других, особенно от мужчины, для мести. Вы гордый и уверенный в себе человек. По мнению Чин Су Юн, небесная дева Тиньлу без колебаний посвятит себя другим, чтобы отомстить за нее. Более того, темперамент небесной девы Тиньлу сильно отличался от темперамента младшей сестры, которую она знала. Если бы не то, что ее лицо не изменилось, она бы не поверила, что это младшая сестра из прошлого. Кажется, старшая сестра, ты еще недостаточно хорошо меня знаешь, и что Чин Ги очень добр ко мне. На лице небесной девы Тиньлу была слабая сдержанная улыбка. Это не раздражало и вместо этого казалось очень священным, но отстраненным. Действительно, если это так, то обиды между вами и мной действительно должны быть поняты. Лицо Чин Су Юн было мрачным, когда ее фигура вспыхнула. Она уже вышла на древнее поле битвы перед ней и была готова сражаться не на жизнь, а на смерть. Небесная дева Тиньлу не торопилась, но оглянулась на Гу Чин Ги, моргнула и сказала. Муж, я выполню твою просьбу. Увидев эту сцену, лица многих горных мастеров замерли. Они не могли не смотреть на Гу Чин Ги, чувствуя, что это дело уже не простое. Однако лицо Гу Чин Ги не сильно изменилось. Стоя на золотой дороге, он не приземлился на землю. Он был очень безразличен и спокоен, когда посмотрел вниз. Это оказался сын удачи в пурпурном царстве удачи. Тихо пробормотал он в своем сердце и отвел взгляд от Сиаяна. Это был первый раз, когда он встретил Сиаяна, и можно было только сказать, что он не был разочарован. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, пурпурный. Это были семь цветов удачи. Голубая удача уже была редкостью, как и Цзян Чин. Реинкарнация бессмертной лодки. Даже у него была только голубая удача. Степень удачи Сиаян достигла пурпурного царства. Хотя он был очень тонким, он также был сплошным фиолетовым. После этого фигура небесной девы Тинелу замерцала, и она также вышла на древнее поле битвы перед ней. Он был окутан серым туманом, и хаотичный туман был всепроникающим, как будто они прибыли к началу сотворения мира, не зная предела. Большие звезды плавали вверх и вниз по небу, переплетаясь между собой ужасающей аурой. Можно было увидеть даже некоторые обломки оружия, и всепроникающей божественной силы было достаточно, чтобы навредить существованию высшего царства. Это древнее поле битвы существовало в течение неизвестного периода времени, достаточного для противостояния просветленных существ, как если бы части древней вселенной были очищены. Как только они вдвоем вошли в него, они показали свой самый сильный ход. Сила Чинь Су Юн на шестом уровне квази-императорского царства, несомненно, была раскрыта. В то же время она пожертвовала своим оружием, маленькой пурпурной башней, бесконечное сияние которой было ослепительно, как звезда. Он быстро увеличивался, поднимаясь и опускаясь, как холм. Свет царства императора, казалось, мог проникать во вселенную, заставляя многие звезды дрожать и взрываться в любой момент. Однако выражение лица небесной девы Тиньлу не изменилось. Она просто взмахнула рукавами, и из нее вырвался божественный свет, превратившийся в энергию меча, прежде чем он спустился на Чинь Су Юн. Чи Чи. В следующее мгновение маленькая пурпурная башня перед Чинь Су Юнем вспыхнула ослепительным блеском, пытаясь сопротивляться, но была почти сломана мечом, когда появились ужасающие мелкие трещины. Сама тоже кашляла кровью, вылетала. Чинь Су Юн была тяжело ранена в одно мгновение. Это была всего лишь встреча лицом к лицу, но она потерпела поражение, и ее жизнь была в опасности. Старшая сестра, ты все так же слаба, как и прежде, ты действительно подвела меня. Лицо небесной девы Тиньлу все еще было подавленным. Она снова махнула рукавом, и ужасающий божественный свет превратился в энергию меча, когда он упал прямо на тело Чинь Су Юн, заставив ее непрерывно кашлить кровью. Ее тело рухнуло, и густой туман крови наполнил воздух. Эта сцена заставила Ся Яна забеспокоиться за пределами древнего поля битвы. Его глаза мгновенно покраснели, когда его кулаки были сжаты, он прямо встал и не мог не закричать. Стой! Однако небесная дева Тиньлу была глуха к его словам, как будто она их не слышала. Она не собиралась так легко убивать Чинь Су Юн. Ее движения не были фатальными, но каждый из них заставлял Чин Су Юн кашлить кровью. Ее раны становились все более серьезными, и она едва могла стоять на древнем поле битвы, окутанном серым и хаотичным туманом, переплеталась ужасающая аура, заставляя сердце трепетать и трепетать. Небесная дева Тиньлу была одета в белое, ее волосы были гладкими, как шелк, сияющими движущимся блеском. Но она была беспощадна в своих ударах, очень прямолинейна и решительно. Пух-пух. Энергетический меч рубил один за другим с нужной силой. Это не угрожало ее жизни, но этого было достаточно, чтобы Чинь Су Юн стонала и непрерывно кашляла кровью. Все методы, которые она использовала, рухнули и взорвались. Даже оружие квази-императорского царства, которое сопровождало ее всю жизнь, почти дало трещины. Разрыв между ними был огромен, и в этой битве не было саспенса от начала до конца. За пределами площади все ученики девяти великих гор были сначала шокированы, а затем разгневаны, увидев эту сцену. Они не ожидали, что старшая сестра так быстро проиграет. И они не ожидали, что небесная дева Тиньлу будет выглядеть такой трансцендентной и святой, но использовать такие безжалостные и безжалостные методы. Если бы это был кто-то другой, они бы уже взорвались. Если истинный горный мастер не предпримет никаких действий, никто не сможет остановить небесную деву Тиньлу. Несколько горных мастеров тоже нахмурились, но не издали ни звука и посмотрели на Гучинга с другой стороны. Они не могли выяснить личность Гучинга, поэтому не осмеливались слишком сильно оскорблять. Так что, хотя Чин Су Юн был учеником девяти великих гор, это была личная обида, и им было нелегко вмешаться, останавливаться. Небесная дева Тиньлу, ты покровительница города Небесного Лу, но ты так безжалостна в своих атаках. Тебе плевать на твое прежнее товарищество. Даже если старшая сестра не извинилась перед тобой, прошло столько лет, и она потерпела поражение и получила серьезные травмы. В этом мире нет порога, который нельзя было бы переступить. Как небесная дева Тиньлу и ученица, разве ты не должна быть более великодушной? Увидев, что Чин Су Юн серьезно ранена, глаза Сиаяна слегка покраснели. Наконец он не мог не встать и нахмуриться, прежде чем спросил небесную деву Тиньлу, кто делает ход. Он знал, что Чин Су Юн не сможет противостоять небесной деве Тиньлу и не сможет противостоять событиям года. Но это была его сестра, как он мог видеть, как ее пытают. Старшая сестра совсем не ровня небесной деве Тиньлу. Сегодня небесная дева Тиньлу слишком много издевается над ней. Опираясь на свою сильную базу совершенствования, она вот так запугивает и мучает старшую сестру. Да, приходить на территорию моих девяти великих гор и издеваться над людьми, это просто не показывать лицо моим девяти великим горам. Я не знаю, как горные мастера позволяют небесной деве Тиньлу заходить так далеко, чтобы запугивать наши девять великих гор. Когда многие ученики услышали слова Сиаяна, их лица также были немного сердитыми, наполненными праведным негодованием. Старшая сестра Чин Су Юн пользовалась большим авторитетом среди учениц. Многие ученики очень боялись ее и, увидев ее сейчас такой несчастной, не могли этого вынести. На золотой дороге Гучинг с большим интересом наблюдал за этой сценой. Он не собирался вмешиваться, и с силой небесной девы Тиньлу, естественно, не было проблем с разрешением первоначальных обид. Именно отношение Сиаяна заставило его сузить глаза. Это был действительно последовательный характер Дитя Удачи. Он был эгоцентричным и принимал все как должное, и все, что он делал, было правильным. В лучшем случае это звучало как невежество в текущих делах, в худшем это было широко известно как собака двойных стандартов. Однако такой символ был лучшим урожаем и лучше всего подходил для использования. Просто глупо. Гувуди, который был одет в боевой костюм с золотыми доспехами, не мог не усмехнуться и пронесся через толпу, когда увидел это. Затем, когда он посмотрел на Гучинги, у которого было очень безразличное и спокойное выражение лица, он почувствовал страх в своем сердце. Он знал, что целью прибытия Гучинги было не отомстить за небесную деву Тиньлу, а разрушить девять великих гор. Эти идиоты были еще самодовольны, но они не знали, что это дело не будет мирным в течение нескольких дней. Ты советуешь мне быть щедрым? И в этот момент показалось, что она услышала слова Сиаяна. Небесная дева Тиньлу остановила руки, посмотрела на него с легкой улыбкой на своем безупречно красивом лице и сказала. Значит, ты знаешь, что она сделала тогда? По какой-то причине Сиаян не понравилась улыбка на ее лице, которая, казалось, скрывала глубокую насмешку. Но он все еще нахмурился и сказал низким голосом. Ну и что, если я знаю, разве ты сейчас не живешь хорошо? Может быть, ты действительно хочешь убить свою бывшую старшую сестру? По его мнению, то, что было вначале, теперь закончилось. Как бы ни было жаль старшей сестры Чинь Су Юн Небесной деви Тиньлу, но ведь она была его старшей сестрой. А старшая сестра уже пожалела о том, что сделала тогда, так почему же ей нельзя было дать шанс покаяться, исправиться и исправиться? Ох, какое тебе дело до того, что я убью ее? Небесная дева Тиньлу просто спросила с улыбкой, даже давая людям ощущение весеннего ветерка. Ты лицо Сиаяна похолодело, и он собирался заговорить. Однако Чинь Су Юн, вся в крови, проглотила несколько таблеток. Ее тело ярко светилось и начало восстанавливаться после травм. Она замахала руками и сказала. Младший брат, не беспокойся обо мне, это обида между мной и ней, если она не собирается меня прощать, и это то, что я заслуживаю. Если я прощу тебя, то кто отомстит за мастера? На лице Небесной девы Тиньлу все еще была слабая улыбка, из-за чего было трудно угадать ее истинные эмоции. Чинь Су Юн почувствовала себя немного виноватой на лице и сказала. Я не хотела так навредить учителю, но учитель уже скончался. Я пообещал ей, что защищу город Небесного Лу и перестану ненавидеть тебя. Я сделал это. Я отпустила свою ненависть, но я не могу отпустить ненависть учителя. Небесная дева Тиньлу покачала головой, выражение ее лица не изменилось. Значит, мастеру все еще нужно дать объяснение? Чинь Су Юн, казалось, была ошеломлена, когда услышала это. Затем она улыбнулась более горько и сказала. Мне очень жаль, мастер, и мне жаль вас. Просто сделай это, если наши обиды могут быть улажены таким образом, это будет облегчением для тебя и меня. Если бы ты не простила меня, я бы понял. Вначале я завидовал твоему таланту, завидовал тому, что учитель обожает тебя. Полезно ли говорить об этом сейчас? Небесная дева Тиньлу все еще покачала головой, в ее глазах мелькнула насмешка. Она очень хорошо знала свою старшую сестру. Эти слова были ничем иным, как попыткой смягчить ее отношения, что было очень умно. Если она действительно сожалела и хотела загладить свою вину, то почему за эти годы она ни на полшага не покинула девять великих гор и не поклонилась перед могилой своего учителя? Чичи. В следующий момент энергия меча снова всплыла на поверхность с резким намерением, когда она спустилась с неба и приземлилась на тело Чинь Су Юн, заставив ее тогда почувствовать боль небесной девы Тиньлу. Но тогда она не могла понять настроение небесной девы Тиньлу. Чинь Су Юн продолжала стонать, ей хотелось стиснуть зубы, чтобы вытерпеть боль. В конце концов, он больше не мог этого выносить и пожертвовал ее квази-императорским оружием. Однако перед лицом энергия меча, которую небрежно выстрелила небесная дева Тиньлу, это ее квази-императорское оружие сопротивлялось недолго и тоже издало скорбный крик, прежде чем взорваться, разлетевшись на осколки по всему небу. Увидев эту сцену, многие ученики на площади резко изменили свое лицо. Они оба были сердиты и очень обеспокоены. По только что произнесенным словам они смутно догадались, кто был неправ в том, что тогда произошло. Но, как сказал Си Айян, почему их старшие сестры не дали шанс пожалеть и наверстать упущенное за столько лет в прошлом? Небесная дева Тиньлу действовала так. Им было очень трудно связаться со святым покровителем города Небесного Лу, о котором ходят слухи. Более того, теперь, когда даже квази-императорское оружие было разбито, как долго Чинь Су Юн могла сопротивляться в глазах Гучинга, было странное выражение, когда он слегка кивнул и сказал, если есть шанс, я, естественно, помогу. После этого он поднял голову и залпом выпил вино. Небесная дева Тиньлу сидела боком, ее голубые шелковистые волосы были гладкими, лицо безупречным, а длинная юбка, тянувшаяся до пола, едва могла скрыть ее стройные и белокурые ноги. Увидев это, она осторожно наполнила его бокал вином, выглядя добродетельной и послушной. Время от времени поднимая нефритовые палочки для еды, она подбирала сияющие на солнце кусочки мяса и подносила их к рту Гучинги. Увидев все это, даже третий горный мастер почувствовал легкую зависть. Это была небесная дева Тиньлу, просветленное существо, чья сила была не слабее его. Она была непревзойденной по стилю и лучшей в мире. В глазах сотен миллионов земледельцев в восьми пустошах и десяти областях она была богиней, отрешенная незапятнанной пылью. Не всем удавалось увидеть ее даже издалека. Мистер Чинг и небесная дева Тиньлу действительно хорошая пара. Он не мог не восхищаться ими искренне. Никто в этом мире не был достоин ее, кроме такого человека, как Гучинги. Небесная дева Тиньлу поджала губы и слегка улыбнулась, а затем сказала «Я тоже так думаю». Затем она снова посмотрела на Гучинги с блеском в глазах. «Муж, как ты думаешь, правильно ли сказала наложница?» Гучинги знал, что она замышляет, поэтому он не беспокоился о ней, пока не возложил руки на бессмертную печать девяти гор. Однако на его лице все еще было немного нежности, и он сказал «Вы правы». Конечно, предпосылкой является то, что вы всегда остаетесь послушными и не говорите ничего плохого. «Муж, ты о чем? Теперь ты мне не веришь?» Небесная дева Тиньлу посмотрела на него с некоторой обидой. «Как я мог тебе не поверить?» Гучинги усмехнулся, но выражение его лица не сильно изменилось. Третьему горному мастеру показалось, что он услышал секрет между ними двумя, но он не осмелился спросить больше, его лицо было немного смущенным. В то же время, в отличие от оживленной и праздничной атмосферы третьей горы, вторая гора была безлюдной и выглядела несколько унылой. После того, как второй горный мастер вернулся Аяна в это место, он вернулся во дворец, где обычно совершенствовался. Однако все ученики второй горы знали, что сегодня произошло, поэтому не осмеливались задавать дополнительные вопросы. В огромном горном хребте стало немного тихо и исчезло даже обычное пение зверей и птиц. Звездный свет был тусклым, и на расстоянии между морем звезд катилось море облаков. Там были великолепные галактики, свисающие вниз. Сяян был одет в простой халат с молчаливым лицом и какой-то нескрываемой скорбью. Он тихо стоял перед могилой в задней горе. Чен Су Юн была убита Гучинги, ее тело и дух были уничтожены, не оставив после себя ничего, включая ее обычное квази-императорское оружие, которое разбилось и рассыпалось во время той битвы. Так что могила перед ним на самом деле была просто могилой одежды. Старшая сестра, не волнуйтесь, я обязательно отомщу за вас. За сегодняшнюю месть, если я, Сяян, не отплачу в этой жизни, клянусь, я не буду человеком. В этот момент он уже успокоился, но горе и ненависть в его сердце было еще трудно скрыть. Сяян тайно поклялся в своем сердце. Он крепко сжал кулаки и даже издал щелкающий звук из-за слишком большой силы. Теперь в его памяти все еще было трагическое появление его старшей сестры, когда она была подавлена и убита. Небрежное презрение Гучинги было похоже на затаптывание муравья до смерти, из-за чего ему было трудно хоть немного успокоиться. Гул. В это время из-за Сяяна возникла волна колебаний, и появился второй горный мастер. Он смотрел на могилу перед собой со сложным выражением лица. Владелец Сяяна глянулся на второго горного мастера, хотя он знал, что сегодня была причина для терпения и отступления второго горного мастера. Он все еще не мог скрыть разочарование в своем сердце. Первоначально он думал, что второй горный мастер, как и его мастер, примет меры, чтобы отомстить за свою старшую сестру. Но его мастер решил отступить и не сражаться с Гучинги. В глазах многих учеников это было из-за ревности и страха перед вторым горным мастером. Теперь такие слухи ходили по каждой горе. Я знаю, о чем ты думаешь, но ты должен знать, что ты не можешь думать о мести, пока не станешь просветленным существом. Сила этого молодого человека настолько сильна, что даже ваш мастер чувствует небольшую опасность. Второй горный мастер знал, о чем думал Сяян. Затем он достал из рукава блестящий серебристый и ослепительный боевой костюм и протянул его ему. Этот серебряный боевой костюм был очень простым, с множеством сложных рун, сияющих ярко, как серебряная луна в ночи. Я знаю мастера, но это Сяян взял перед собой серебряный боевой костюм и кивнул. Он все еще был немного озадачен и не понимал, почему его учитель дал себе такой защитный предмет в это время. Обычно он давал себе много сокровищ и божественного оружия. Это броня серебряной луны. Он был улучшен после того, как я обезглавил серебряного лунного бога волка на уровне просветления. С вашей текущей силой, хотя вы не можете полностью активировать ее, не должно быть проблем с сопротивлением обычным атакам. Пояснил второй горный мастер. Спасибо, хозяин. Сяян быстро переоделся в эту броню серебряной луны, которая снаружи была покрыта мантией. Было невозможно сказать, что он был одет в боевой костюм царства императора. Я только что сделал еще один вывод и почувствовал, что состязание между тобой и Гувуди послезавтра вдруг вызвало странное чувство. Секреты были хаотичны. Я немного волновался. Если у вас есть дополнительный защитный объект, у вас будет больше шансов на победу. Второй горный мастер кивнул с некоторым удовлетворением, а затем серьезно сказал. Я подозреваю, что молодой человек вмешается в это дело. Цель его прихода к девяти великим горам не должна быть слишком простой. Мастер, не волнуйтесь, я не проиграю. Если Гувуди подавлен в той же сфере, что и я, у меня достаточно уверенности, чтобы подавить его, так зачем бояться его трех ходов? В этот момент Сяян спонтанно обрел уверенность в себе, а его слова были звучными и сильными. Увидев это, второй горный мастер кивнул с некоторым облегчением, но все же достал несколько мощных магических орудий и передал их Сяяну. Твоя родословная очень сильна, но тебе нужно как можно скорее найти своих бывших членов клана. С их помощью вы сможете максимально использовать преимущество собственной родословной. Эти учителя не могут вам помочь. Было бы еще лучше, если бы ты нашел великого горного лорда, но даже я не знаю, где он жил в уединении все эти годы. В то же время он начал объяснять другое дело, вполне серьезно. Сяян кивнул с полупониманием, но понял важность этого вопроса. И как раз тогда, когда второй горный мастер объяснил Сяяну на третьей горе, в великолепном зале, Гучинг также объяснял Гувуди. Мой господин, не волнуйтесь, Сяян всего лишь культиватор священного царства. Даже если я закрою свою базу культивирования, чтобы она находилась в том же царстве, что и он, он не будет моим противником. Гувуди был одет в золотой боевой костюм, его божественный свет сиял ярко, и все его тело, казалось, сияло, как золотое солнце, чрезвычайно привлекая внимание. Но перед Гучингой он все еще был очень уважителен. Хотя он был далек от противника Гучинги, против Сяяна, разве это не было вопросом ходов? Он также не знал, почему Гучинг позвал его одного, чтобы решить этот вопрос. Ты ему не пара. Однако Гучингой просто покачал головой с необъяснимым взглядом в глазах, думая о чем-то. Печать бессмертия девяти гор была связана с его разрушением девяти великих гор. Если бы это дело было в руках второго горного мастера, оно неизбежно доставило бы ему массу неприятностей. Поэтому ему нужен был Гувуди, чтобы захватить бессмертную печать девяти гор. В противном случае его не заинтересовало бы соперничество между Гувуди и Сяяном. Мой господин, у меня есть сила высшего царства. Даже если я подавил свое совершенствование в священном царстве, мое понимание законов божественных сил выше Сяян. Как я могу не быть его противником? Гувуди явно не ожидал, что Гучингой скажет ему это. Он был немного ошеломлен на мгновение, и не мог не возразить. Он был горд и высокомерен. Хотя его жизнь и смерть контролировались Гучингой, он не хотел признавать, что уступает Сяяну. Гучингой равнодушно взглянул на него и сказал. Если ты мне не веришь, то можешь попробовать послезавтра. Если вы не можете получить бессмертную печать девяти гор, вам не обязательно жить. Цвет лица Гувуди резко изменился. Он был немного напуган. Его спина была слегка холодной, и он чувствовал важность этого дела для Гучинга. Я не смею, я должен рискнуть своей жизнью, чтобы получить бессмертную печать девяти гор для молодого мастера. Сказал он поспешно. Гучингой слегка кивнул, затем протянул руку и ударил в пустоту. Появились кусочки сверкающих рунда, и возникла необъяснимая дрожащая аура. Смутно казалось, что сквозь слои пространства ходит могучий золотой злодей. Оно было чрезвычайно размытым, с сильными флуктуациями, из-за чего близлежащая пустота расплывалась и вот-вот рухнет. Расслабляться, сказал Гучинге. Гувуди смотрел на сцену перед собой с дрожью и ужасом. Он не мог не поклониться злодею перед ним и опустился на колени. Это была ужасающая сила, которая заставляла трепетать его душу и рушиться тело. Она была просто непревзойденной. Услышав это, он не посмел отказаться, хотя и не знал, что это такое. Но теперь, когда его жизнь и смерть были под контролем Гучинге, бояться было нечего. Вскоре он отпустил свой разум, и маленький золотой человечек вмешался, прежде чем он появился во дворце душ с ужасающей силой. Ужасающая атмосфера, пронизывающая пустоту, также рассеялась. Когда ты будешь драться с Сиаяном послезавтра, я буду контролировать твое тело. Гучинге увидел нескрываемый страх в его сердце и легко сказал. Я понимаю, Гу Вуди кивнул, его цвет лица восстановился. Он чувствовал это, и в этом не было ничего странного. Но еще больше он боялся методов Гучинге. Его методы были беспрецедентными. Было даже неслыханно управлять чужими телами по прихоти. Два дня прошли быстро, так как множество людей снова собралось среди чрезвычайно высоких пиков девяти великих гор. Это отличалось от битвы между небесной девой Тиньлу и старшей сестрой Чинь Су Юн три дня назад. На этот раз конкуренция была внутри девяти внутренних гор, и речь шла о владении печатью бессмертия девяти гор. С одной стороны был Сиаян, закрытый ученик второго горного мастера девяти великих гор, а с другой стороны был Гу Вуди, гордый ученик третьего горного мастера. Двое из них собирались сражаться за право контролировать бессмертную печать девяти гор в этом мире, и Гу Вуди подавил свое развитие, чтобы оказаться в том же царстве, что и Сиаян. Если Сиаян сможет пережить свои три движения, то он сдастся бессмертной печати девяти гор. Почти все мастера гор проявили свои настоящие тела, чтобы прийти сюда, что показало, что они придавали этому вопросу большое значение. Вокруг горной вершины собралось множество учеников, и со всех сторон нисходил божественный свет. Появились и некоторые ученики, которые не наблюдали битву три дня назад. Сегодняшнее событие можно назвать самым важным событием в эпоху девяти великих гор, потому что бессмертная печать девяти гор была символом удачи и судьбы девяти великих гор. На территории девяти великих гор можно было обрести удачу и судьбу, обладать непобедимой боевой мощью и быть непредсказуемым. Вскоре на краю неба прибыло много учеников со второй горы. Среди них был Сиаян, одетый в синюю мантию, высокий и прямой, с гораздо более спокойным поведением. Очевидно, то, что произошло три дня назад, сильно повлияло на него. Просто когда он смотрел на место, где находилась третья гора, в его глазах мелькал след холода. После того, как Гучинга убил свою старшую сестру, третий горный мастер не только не обратил внимания, но даже устроил большой банкет, чтобы поздравить небесную деву Тинелу с ее местью. Можно сказать, что за последние два дня это дело распространилось по девяти великим горам, разозлив многих учеников на второй горе. Поэтому Сиаян решил сегодня преподать Гувуде глубокий урок и позволить третьей горе сожалеть. Ты должен помнить, что сказал тебе твой учитель. За Сиаяном стоял второй горный мастер. Он был одет в белую мантию с широкими рукавами, немного бессмертную, но лицо его не было расслабленным. Учитель, будьте уверены, у ученика свои планы в сердце. Сиаян кивнул. Вскоре его фигура вспыхнула и появилась на поле соревнований. В другом направлении люди с третьей горы, такие как Гувуди, также быстро примчались и приземлились здесь. Золотая дорога растянулась, когда Гучинги, небесная дева Тинелу, третий горный мастер и другие последовали за ними, когда их фигуры появились на высокой платформе. Все ученики и горный мастер смотрели на них с разными выражениями. Кто-то был зол, кто-то был мрачен, кто-то был напуган, и у большинства из них было сложное выражение лица. Он не ожидал, что третий горный мастер окажется так близко к Гучингу и другим. Это был плохой знак. На высокой платформе Гучинга взглянул на горных мастеров какими-то странными глазами и обнаружил, что все прибыли. Он слабо улыбнулся в своем сердце и ждал последней возможности. Младший брат Сиаян, не жалея об этом решении, на испытательном поле после приземления на лице Гувуди появилась ухмылка. Его фигура была сияющей и золотой, как у Бога, давая людям ощущение силы и несравненности. В глубине души он был очень уверен, какие бы карты ни были у Сиаяна, сегодня он проиграет. Хватит нести чушь, давай начнем драться. Холодно сказал Сиаян, его взгляд скользнул по высокой платформе с видом на Гучинга. Его глаза были очень холодными, и в его сердце были те же мысли, что и у Гувуди на поле для соревнований. Сиаян и Гувуди стояли лицом друг к другу в десяти футах. У них была сильная аура, исходящая от их тел. Почти все ученики и горный мастер посмотрели на них, внимательно наблюдая за битвой, чтобы обеспечить справедливость. Но перед битвой с высокого места рухнула маленькая, размером с пощечину, голубовато-синяя печать, похожая на гору, сплетаясь с могучим напором и спуская свисающие вниз нити хаотической ауры. В то же время удача всех девяти великих гор собралась в нити серебра, сияя несравненно ослепительно, как галактика. Можно было даже увидеть призраки девяти величественных и древних гор, парящих вместе в небесном великолепии в небе. Это была несравненно обширная и величественная сила, подобная девяти истинным бессмертным горам, которая могла подавить нынешний мир и быть непобедимой в мире. Всех учеников и горного мастера не могла не привлечь большая печать, парящая в небе и выражающая благоговение. Даже Гучинга оглянулся, в его глазах вспыхнула руна ДАА, делая вывод, наконец он сузил глаза, немного задумавшись. Эта штука – бессмертная печать девяти гор, и на самом деле она имеет врожденные образования. Это совсем неплохо по сравнению с бессмертной режущей тыквой и картой высшего ДАА, и это еще более загадочно. Это связано с миром до запретной эры. Гучинга размышлял в уме, думая, что эта вещь не должна относиться к текущему стандарту очистки. Скорее, оно было врожденным и даже имело непосредственное отношение к происхождению девяти великих гор. Именно из-за бессмертной печати девяти гор девять великих гор были созданы в последующих поколениях. Такого рода врожденную ауру нельзя было увидеть напрямую, но она могла легко подавлять приобретенные вещи, а переплетенная хаотическая аура была еще более густой и величественной. Это связано с эволюцией девяти великих гор, поддержанием тайны и обособленности девяти великих гор в течение бесчисленных лет. Говорят даже, что если вы контролируете бессмертную печать девяти гор, вы будете непобедимы в девяти великих горах. Увидев, что Гучинга обратил внимание на это, небесная дева Тинелу сказала это со слабой улыбкой на губах. Гучинга кивнул. Он знал, что за эти годы девять великих гор собрали силу веры из восьми пустыни десяти областей. Существование бессмертной печати девяти гор может позволить ученикам и совершенствующимся девяти гор лучше совершенствоваться с силой этой веры. Что касается этого момента, он был чем-то похож на зал предков людей в Верхнем Царстве. Но на другой стороне зала предков людей Гучинга поместил золотой котел удачи, который мог собрать веру Верхнего Царства для собственного использования. На бессмертной печати девяти гор он действительно увидел силу веры, собранную девятью великими горами в течение бесчисленных лет. Согласно соглашению, старик подавит ваше развитие в том же царстве, что и Сиаян, у вас есть какие-либо возражения. И в это время на поле для соревнований появилась фигура второго горного мастера, и он спросил Гувуди перед собой с пустым выражением лица. Здесь было много горных мастеров, и Гувуди, естественно, не беспокоился о том, какие уловки может сыграть второй горный мастер. С улыбкой на лице он кивнул и сказал, даже если второй горный мастер что-то сделает в том же царстве, я уверен, что смогу подавить Сиаяна тремя движениями. Увидев, что он так уверен в себе, второй горный мастер сфокусировал взгляд и несколько раз внимательно посмотрел на него, но не нашел ничего необычного. Будь то аура или сила, по сравнению с предыдущим Гувуди мало что изменилось. Однако он по-прежнему был очень осторожен. Когда он попытался подавить совершенствование Гувуди, он проверил свое тело и не нашел ничего плохого. Этот старик даже выскользнул наружу, чтобы провести расследование, Хэм. Третий горный мастер явно заметил небольшие движения второго горного мастера и не мог не усмехнуться, немного пренебрежительно. Он все еще был очень уверен в своем ученике, и не было абсолютно никаких проблем с победой над Сиаяном за три хода. Вскоре, на глазах у всех, база совершенствования Гувуди была подавлена вторым горным мастером, чтобы она находилась в том же царстве, что и Сиаян. Никто не мог отменить это ограничение, если просветленное существо не предприняло никаких действий. В таком случае, давайте перестанем нести чушь и начнем. Сиаян совсем не любил Гувуди. Этот парень много раз усложнял ему жизнь, и теперь он выглядел как ручная собачка Гучинга. Как только он закончил говорить, от его тела исходила ужасающая аура. Череда талисманов переплеталась и выходила из-под кожи, словно кусочки таинственных и обширных древних символов, подобных галактикам. Это была высшая божественная сила, принадлежащая девяти великим горам, которая была чрезвычайно могущественной с момента ее высвобождения. Как будто здесь катились горы и реки, солнце и луна рушились, и их поглотило древнее непобедимое существование. Весь человек гордо стоял в пустоте, как бог. В то же время он использовал свое божественное оружие, которое представляло собой голубой шар, который потрескивал и грохотал, когда лаус падал, чтобы защитить его в нем. Что? Младший брат действительно взял на себя инициативу сделать ход? Разве ты не говорил, что сможешь выиграть это пари, выдержав три его взятки? Кажется, мы все недооценили младшего брата. В этот момент, как он посмел взять на себя инициативу? Как и ожидалось от младшего брата, он стал истинным учеником второго горного мастера. Когда мы были в одном царстве, у нас определенно не было его силы. Силу младшего брата нельзя недооценивать. Кажется, если дать ему еще немного времени, догнать Вуди не составит труда. Выражения многих учеников были немного шокирующими. Они не могли не говорить, очевидно. Они никогда раньше не видели, чтобы Сяян серьезно двигался. Многие думали, что у него мало шансов победить в этой битве, но в этот момент все были потрясены. Даже горные мастера прищурились, и как просветленные существа они, естественно, могли видеть разницу в импульсе Сяяна. Значит, ты хочешь первым напасть на меня? Однако это отличалось от бодрости Сяяна. Золотой свет вспыхнул в глазах Гувуди, и выражение лица в целом в этот момент вдруг стало немного безразличным. Особенно в темпераменте здесь произошли совершенно другие изменения, чем только что. Все горные мастера наблюдали за этой сценой с прищуренными глазами, чувствуя, что Гувуди применил секретную технику. Однако у них не было возможности узнать, что это за секретная техника, и непобедимыми они могли быть только в древние времена. Что это за чувство? Что-то не так с выражением лица второго горного мастера. Он взглянул на Гучинги, который был недалеко. Видя, что выражение его лица по-прежнему полно интереса, почему-то всегда было какое-то беспокойство. Очевидно, он полностью подготовил Сяяна и даже дал ему много мощного божественного оружия вместе с доспехами Серебряной Луны для защиты, но ему все еще было не по себе. На его уровне многие предчувствия не были беспочвенными, а улавливали проблеск перемены в темноте. Гувуди, этот шаг должен дать тебе понять твое неуважение к старшей сестре. Сяян не заметил, что с Гувуди что-то не так. В этот момент он был окутан ослепительными рунами. Его серебристый боевой костюм сиял, и даже на его волосах был слой голубого свечения. Его глаза ярко сияли, он сердито кричал, демонстрировал свои тиранические средства и нападал на Гувуди. Он не решил драться, а взял на себя инициативу в нападении, просто чтобы излить свой гнев на свою старшую сестру. Я не знаю, что сказать, это смешно. Но в этот момент Гувуди казался крайне равнодушным, момент, когда Сяян начал. Просто поднимая кулак вперед, происходили огромные и ужасающие колебания. Он даже мог видеть слабый фантом истинного дракона, появляющийся из-за его спины, гордо падающий вперед, также тыча когтями, плотной чешуей и доспехами, как будто он может разорвать небеса. Его мощь была поразительной. Это кулак дракона истинного искусства дракона. Он достоин быть боссом. Он полностью отличается от нашего. Он обладает непобедимой силой. Слишком крепкий. Многие ученики были поражены и со всем вниманием наблюдали за этой сценой. Они могли признать, что эта техника была уникальным умением девяти великих гор, и почти все знали об этом. Но это всегда ощущалось совершенно иначе, чем их собственный дисплей. Достижения Вуди в этой технике немного удивительны. Несколько горных мастеров смотрели и были немного удивлены. Бум. В следующий момент на глазах у всех удар Гу Вуди обрушился внезапно, без лишних колебаний, но казалось, что небо падает, а земля трескается. Вспыхнуло ослепительное сияние, и истинный дракон, казалось, пересек древние времена и вновь появился в небе. Могучий дракон может разрушить небеса. С грохотом пустота задрожала, на грани того, чтобы треснуть, прежде чем она разрушила все атаки Сиаяна. Одна часть рун за другой тускнела и, наконец, исчезла. Даже сфера, охраняющая макушку, постоянно дрожала и чуть не отвалилась. Пух. Он сам изрыгнул полный рот крови. Он чувствовал себя невероятно, когда его глаза расширились, показывая немного ужаса. Он перевернулся вверх ногами и приземлился на землю. Если бы не броня Серебряной Луны, защищающая его тело, он бы сейчас не кашлял кровью. Все ученики и горный мастер выглядели немного потрясенными и не могли в это поверить. Даже некоторые горные мастера считали, что невозможно развить эту технику до такой степени в одном и том же царстве. Кажется, Вуди спрятался очень глубоко. Несколько горных мастеров мгновенно что-то придумали и посмотрели на третьего горного мастера. По их мнению, третий горный мастер замышлял и намеренно не позволял Гу Вуди раскрыть свои истинные способности, просто чтобы дождаться этого дня. Но в этот момент третий горный мастер тоже был немного удивлен, хотя и быстро пришел в себя. Он очень хорошо знал своего ученика, так что сейчас он действительно был немного шокирован. Обычно Вуди никогда не показывал такой мощной силы. Конечно, он думал, что Гу Вуди притворялся и глубоко скрывал это до такой степени, что даже его мастер не знал. Кажется, силу брата Вуди не следует недооценивать. Гучинг и, стоявший рядом, в этот момент не мог сдержать легкого смеха, словно восхищаясь. Услышав это, небесная дева Тиньлу не могла не взглянуть на него, хотя и не знала, что Гучинг и сделал с Гу Вуди. Тем не менее, способность Гу Вуди иметь текущую силу, вероятно, была неотделима от него. Невозможно, как твоя сила может быть такой сильной. С кровью на уголках Артасия Ян он поднялся с земли, немного униженный, и чувствовал себя еще более невероятно. Его движение было явно намного сильнее, чем у учеников Девяти Великих Гор в той же ситуации. С помощью этой божественной силы он мог даже превзойти свою боевую мощь, но, столкнувшись с Гу Вуди, он почувствовал себя немного затрепетавшим и неожиданно проиграл ему. Это было совершенно не так, как он ожидал. Ты даже не можешь заблокировать мой первый ход, как ты можешь заблокировать мой второй ход. Ты такая пустая трата времени, и ты все еще пытаешься отомстить. Выражение лица Гу Вуди было немного равнодушным. Он издевался, когда он шел к нему неторопливо. Все его тело сияло золотым светом, и его пряди свисали вниз, выглядя чрезвычайно туманными. Это было древнее и непобедимое даосское тело Вселенной. Внезапно все увидели ужасающую сцену. Метеоры появились позади него, и они продолжали собираться, прежде чем, наконец, превратились в небо и землю. Они были больше похожи на бесчисленные мечи, которые устремились к Сиаяну. Он ничего не делал, просто полагаясь на свою физическую силу, чтобы показать свой мощный талант. Это был ужасающий метод. Метеориты стали оружием и внезапно упали на Сиаяна, пытаясь убить его. Что случилось с Вуди? Второй горный мастер чувствовал, что в этот момент между Гу Вуди и человеком, которого он знал в обычное время, была большая пропасть. Но было невозможно сказать, в чем заключалась разница. Цвет лица Сиаяна изменился, он не мог поверить, что эту атаку мог совершить Гу Вуди, который находился в том же царстве, что и он. Его нынешнее выражение необъяснимым образом заставило его подумать о Гучинге. Нет, теперь этот человек точно не Гу Вуди, это он. Думая об этом, Сиаян был чрезвычайно полон решимости и сердито посмотрел на Гучинге. Однако Гучинге все еще выглядел заинтересованным. Он дал ему ощущение, что он наблюдает за маленьким муравьем, который прыгает вокруг. В следующее мгновение среди грохочущего звука один за другим появились метеориты, плотно упакованные, и упали на Сиаяна. Их было много, как дождь, и все ученики затрепетали. Впервые они испытали страх перед Гу Вуди. С холодным выражением на лице Сиаяна он пожертвовал частями божественного оружия, и вспыхнули тысячи божественных огней. В то же время активизировалась сила его крови, и огненно-красный фантом внезапно вырвался из его тела. Это был бессмертный феникс, чрезвычайно древний, хотя и смутный. Он не мог скрыть своей благородной и гордой ауры. Оно расправило крылья, и красное облако упало огненным морем, пытаясь противостоять этому удару. Грохот. Все смотрели на все это с ужасом. Они могли видеть только Гу Вуди, неторопливо идущего к Сиаяну, его лицо было полно безразличия. Метеоры эволюционировали позади него, казалось бы, бесконечно, превращаясь в ауру меча и свет меча, которые были чрезвычайно огромными, когда спускались. На мгновение это место стало чрезвычайно великолепным. Ужасающие колебания сделали всех немного шокированными, достаточными, чтобы разорвать на части любое существование в священном царстве. Даже если у Сиаяна было много божественного оружия, сейчас все равно было трудно парировать. Цвет его лица постоянно менялся, а тело сильно тряслось. Прежде чем рана зажила, он снова кашлянул кровью, и, наконец, шар на его макушке тоже сдуло. В следующее мгновение глаза Сиаяна внезапно расширились, и он с приглушенным стоном полетел вниз головой. В какой-то момент перед ним уже появился Гу Вуди, который ударил с такой силой, что даже пустота рухнула. Ужасающая сила заставила пять внутренних органов Сиаяна сильно дрожать. В сопровождении звука ломающихся костей на его теле появились трещины. Травма была поразительной, и постоянно выплевывалась кровь, которая также была перемешана с фрагментами внутренних органов. Хотя у него была броня Серебряной Луны для защиты его тела, он не мог активировать свою силу, и он мог только спасти свою жизнь. Иначе от этого удара он бы взорвался и превратился в облако кровавого тумана. Три приступа прошли, что еще ты можешь сказать сейчас? Лицо Гу Вуди было очень равнодушным. Он внезапно наступил на голову Сиаяна, из-за чего тот вообще не мог поднять голову, а его голос был дрожащим холодом. Ты. Сиаян только чувствовал себя крайне униженным и стиснул зубы, потому что знал, что это точно не Гу Вуди наступает на него перед ним, а Гучинге. Гу Вуди определенно не был таким сильным. Все ученики чувствовали, что Вуди в этот момент был очень странным, но в его силе не было абсолютно никаких сомнений. После трех ходов Сиаян потерпел полное поражение. Если бы не эта броня Серебряной Луны, он мог бы давно умереть. Кажется, что в этой битве нет саспенса. Взгляды нескольких горных мастеров были сложными. Они пристально смотрели на Гу Вуди, как будто хотели видеть его насквозь, но с их способностями они могли только видеть, что между состоянием Гу Вуди и его обычным состоянием был большой разрыв. На самом деле это была реализация уникальных навыков девяти великих гор, а также его собственного таланта, чтобы сокрушить Сиаяна тремя движениями в одном и том же царстве. Победа уже предрешена. Разве второй горный мастер не должен объявить об этом прямо сейчас? Увидев чрезвычайно уродливое лицо второго горного мастера, третий горный мастер не мог не усмехнуться, и от его тела исходила ужасающая аура. Он был готов драться, если возникнут разногласия. Сегодняшнее соревнование действительно открыло мне глаза. У второго горного мастера действительно есть выдающийся ученик, но он все еще кажется намного хуже, чем брат Вуди. В этот момент Гучинг тоже подошел с улыбкой, но его слова казались немного дразнящими. Второй горный мастер внимательно посмотрел на него, выражение его лица было крайне уродливым. Он всегда подозревал, что это дело рук Гучинги, но не было никаких доказательств на площади. Окутанный хаосом и туманом, Сиаян наступил на подошвы ног Гувуди. Его лицо было обиженным и сердитым, его тело было в крови, и он был очень смущен. Но он не мог поднять голову. Рана была очень серьезной, по поверхности его тела струились нити голубого света, как будто он вот-вот перекинется на кожу. В это время сила его крови угнеталась, и он выздоравливал самопроизвольно с нахлынувшей силой, как будто собирался броситься вон. Разве второй горный мастер не должен объявить об этом сейчас? Однако в это время выражение лица Гувуди стало немного ошеломленным. Однако он быстро вернулся к природе, затем отпустился Аяна, прежде чем он подошел, и сказал с усмешкой на лице. Он ясно помнил, что только что произошло. В то время, хотя тело было вне его контроля, но он мог ясно чувствовать каждое свое движение, включая применение каждой божественной силы. Это был уровень, которого он никогда не мог достичь в прошлом, включая контроль над собственным телосложением и раскрытие своего потенциала, который достиг беспрецедентного уровня. Раньше он и представить себе не мог, что его телосложение может обладать такими ужасающими божественными силами. Это было просто невообразимо. Думая об этом, Гувуди еще больше трепетал перед Гучингой. У тебя хорошие средства. Второй горный мастер холодно фыркнул и недобро посмотрел на Гувуди перед собой. Под зоркими очами всех, хотя в сердце своем и не хотел, но покаяться не смел. Другие горные мастера не будут стоять в стороне и игнорировать это дело. В конце концов, это было важное событие, связанное с передачей девяти горам бессмертной печати девяти великих гор. Похоже, что ученик второго горного мастера не более чем это. Его методы неплохи, но они еще далеко не непобедимы. С улыбкой на лице небесная дева Тиньлу взглянула на Гучинге, как будто она что-то имела в виду. В конце концов, это также зависит от того, кто его противник. Гучинге слегка улыбнулся. Ученик, вы на самом деле спрятали это так глубоко, что это действительно большой сюрприз для учителя. Третий горный мастер с некоторым удовлетворением взглянул на второго горного мастера, а затем с большим удовлетворением посмотрел на Гувуди. Он действительно не ожидал, что Гувуди преподнесет ему такой большой сюрприз. Когда Сиаян только что продемонстрировал свою мощную силу, его сердце заколотилось, втайне думая, что что-то не так. Но затем методы, которые продемонстрировал Гувуди, шокировали и восхитили его. Он никогда не ожидал, что скрытая сила его ученика глубже, чем он понимал. Сегодня перед всеми учениками и мастером гор он сильно подавил Сиаяна и получил контроль над бессмертной печатью девяти гор. Затем в следующие десятки миллионов лет бессмертная печать девяти гор будет контролироваться третьей горой. Поздравляем мастера трех гор с получением контроля над бессмертной печатью девяти гор. С улыбкой на лице небесная дева Тиньлу также подошла в этот момент и поздравила третьего горного мастера. Несколько других горных мастеров также появились, когда услышали эти слова, и один за другим поздравили третьего горного мастера. Кто бы не отвечал за бессмертную печать девяти гор в девяти горах, он будет иметь наибольшие права голоса в девяти горах. Почему хозяин второй горы осмелился притеснить третью гору и выдвинул такую просьбу о соревновании? Не потому ли, что в его руках была бессмертная печать девяти гор? Теперь, когда он проиграл это соревнование, бессмертная печать девяти гор, естественно, попала в руки третьего мастера гор. Таким образом, через десятки миллионов лет все девять гор будут находиться под контролем третьего горного мастера. Второй горный мастер не посмел нарушить правила девяти великих гор. Ученик определенно оправдает высокие ожидания мастера. При таком освещении лицо Гувуди тоже было немного самодовольным. Но когда его взгляд упал на Гучинге, он немного смутился, а к Гучинге относился еще более уважительно. Поскольку Сяян проиграл, старик, сделавший ставку, готов признать поражение. Когда он сказал это, лицо второго горного мастера было уродливым. Перед всеми учениками и горными мастерами он не посмел отказаться от своего слова, не говоря уже о том, чтобы нарушить правила девяти великих гор. Хозяин, подожди. И как только второй горный мастер закончил говорить, Сяян, который споткнулся, внезапно прервал его. Его лицо не могло скрыть холодность, гнев и глубоко скрытое унижение. Изначально сегодня должно было быть время для него победить Гайвуди, смыть свой позор и в последний раз защитить лицо старшей сестры. Однако результат оказался противоположным тому, что он ожидал. На глазах у всех учеников и горного мастера Гувуди насильно подавил его и даже наступил на него. Сяян никогда не испытывал такого унизительного, что еще больше разозлило его. И Сяян мог быть уверен, что человек, стрелявший только что, определенно был не Гувуди, а Гучинга с другой стороны. Гувуди определенно не обладал такой мощной силой. В чем дело? Сяян, второй горный мастер, услышал слова и огляделся, немного озадаченный. Хотя он был разочарован, он также знал, что Сяян не виноват в том, что произошло сегодня. Сила Гувуди превзошла все ожидания. Мастер соревнования сейчас не в счет. Человек, с которым я сражался, был не Гувуди, а кто-то другой. Злой и холодный взгляд Сяяяна упал на Гучинга, и он чуть не стиснул зубы. Если бы Гучинга не мешал, как он мог с треском провалиться? Как только это замечание прозвучало, место вдруг стало тихим. Лица всех учеников и горных мастеров слегка изменились. Они были немного шокированы и недоверчиво посмотрели на Сяяна. Некоторые люди даже нахмурились, чувствуя недовольство, чувствуя, что неправильно поняли Сяяна. Выиграешь, выиграешь, проиграешь, проиграешь. Очень жаль говорить, что конкуренция сейчас не в счет. Я думал, что младший брат Сяяян будет великодушным человеком, но я не ожидал, что он не сможет признать потерю. Да как он мог такое сказать? У многих учениц обычно были хорошие отношения с Сяяном, но теперь они хмурились, выражали недовольство и имели очень странный вид. Люди кивнули в знак согласия, когда услышали слова, задаваясь вопросом, почему Сяяян сказал это. Думал ли он, что сейчас недостаточно потерять лицо? В конце концов, все видели своими глазами, что Гувуди использовал свои могущественные божественные силы и сильно победил Генриджана. Они все еще знают божественные силы, и некоторые из них даже культивировали их. Но теперь Сяяян сказал, что на самом деле с ним сражался кто-то другой. Насколько это было убедительно? Хе-хе, второй горный мастер – это тот хороший ученик, которого ты учил. Услышав эти слова, третий горный мастер на мгновение опешил. Его лицо было угрюмым, а потом он не мог не усмехнуться. Он не ожидал, что Сяяян скажет такое. Это уже не вопрос победы или поражения, а вопрос характера человека. Как Сяяян согласился на это соревнование в самом начале? И насколько он был уверен, но теперь, проиграв, он обернулся и отказался в этом признаться. Просто людям стало стыдно. Сяяян, больше не нужно ничего говорить. Второй горный мастер также понял, что имел в виду Сяяян. Он вздохнул и замахал руками. Так что, если бы они знали, как они могли бы найти доказательства? Еще один матч, оставляя в стороне такие последствия, кто знал, были ли у Гувуди средства прямо сейчас? И что, если он снова проиграет? Сегодня они были достаточно унижены. Владелец Сяяян крайне не хотел, если бы дело осталось как есть, как он мог смыть сегодняшний позор? Ты побежден, это то, на что ты способен. Гувуди усмехнулся, и его слова были весьма пренебрежительны и насмешливы. Ты, если бы у тебя не было этого человека, как бы ты смог так легко победить меня? Сяяян выглядел сердитым и холодным, глядя на него холодно. Если бы глаза могли убивать, он бы уже разнес Гувуди на куски. Оказывается, это ученик второго горного мастера. Это немного открывает мне глаза. Но в это время Гучинга не забыл слегка улыбнуться, и его слова были довольно игривыми. Судя по сегодняшним событиям, Сяяян постепенно потерял рассудок среди учеников девяти гор. Хотя Гучинга начал атаковать девять великих гор после того, как получил бессмертную печать девяти гор. В то время дергать Сяяяна за шерсть было просто вопросом удобства. Ты, человек, который только что сражался со мной, на самом деле был тобой, а не Гувуди. Ты презренный злодей, ты действительно помог ему этим. Вы просто отвратительны. Сяян не ожидал, что Гучинга в это время встанет и заговорит. Сердце его еще больше разозлилось, а глаза похолодели. Враг перед ним не только убил его старшую сестру, но теперь он также помогал Гувуди и третьему горному мастеру за кулисами завоевать печать бессмертия девяти гор. Какое злодейское лицо. Если бы он не отплатил за эту ненависть своей жизнью, то он был бы бесчеловечен. Ношение доспехов в царстве императора не было честным соревнованием, но теперь он продолжает говорить, что его победа не военная. Мы не видели, чтобы Гудди использовал божественное оружие, но Сяян использовал множество методов и оружия. К счастью, такое сокровище, как бессмертная печать девяти гор, не попало в его руки, иначе это была бы действительно жемчужина, покрытая пылью. И, услышав гневные слова Сяяна, многие ученики тоже говорили один за другим с сердитыми и недовольными лицами. В конце концов, все смотрели, и второй горный мастер даже подарил Сяяну боевой костюм императорского царства для этого соревнования. После того, как сила этих двоих была подавлена на одном уровне, Сяян воспользовался этим. Теперь же, после того, как он сказал такие слова в адрес своего оппонента, это мгновенно вызвало общественное возмущение. Младший брат Сяян, зачем ты пришел к этому? Если вы не могли позволить себе проиграть, то почему тогда согласились? На протяжении многих лет я усердно работал день и ночь, работая, не покладая рук, только для того, чтобы в этот день забрать бессмертную печать девяти гор. В этот момент Гувуди усмехнулся, увидев это, а затем вернулся в свое естественное состояние, качая головой и вздыхая. Многие ученики были тронуты его словами, и их эмоции зашкаливали. Сегодняшняя битва между Гувуди и Сяяном стала свидетелем больших изменений в силе Гувуди, и многие люди были воодушевлены. Даже Гувуди так усердно работал, как обычные ученики, как они могли расслабляться. Наоборот, даже если Сяян проиграет, как он все еще может отказываться признать это? Младший брат на самом деле такой человек, я действительно недооценил его. Очевидно, что я усердно тренировался день и ночь, прежде чем сегодня продемонстрировать свою огромную силу, но вы намеренно дискредитировали меня. Ничего страшного, если ты не можешь позволить себе проиграть, и все равно чувствуешь зависть. Такой человек никогда в жизни не станет крупным игроком. Некоторое время многие ученики говорили один за другим с сарказмом, ошеломляя Сяяна. Внезапно его глаза расширились, он не мог поверить, что у всех такое отношение. Его цвет лица внезапно стал сине-белым. Его кулаки были крепко сжаты, крайне неохотно. У ученика, у которого раньше были хорошие отношения с ним, тоже было равнодушное и насмешливое выражение лица. Все девять великих гор, казалось, отвергали его. Вам не нужно больше говорить о сегодняшнем деле, Сяян. Если мы проиграем, мы проиграем, и бессмертная печать девяти гор находится под контролем Вуди. Увидев это, второй горный мастер вздохнул. Он махнул рукавом, и туманный голубой свет упал, протолкнув мягкую силу в тело Сяяна, заставив его очнуться от этого состояния. В то же время это также помогло Сяяну оправиться от травмы. Он понимал, что после сегодняшнего дня все девять великих гор могут изменить свое мнение о Сяяне из-за того, что произошло сегодня. Общая ситуация была исчерпана, и бессмертная печать девяти гор оказалась в руках третьей горы. Отправив Сяяна из девяти великих гор, он также решил уйти в уединение и перестать спрашивать о делах девяти великих гор. После этого мастер второй горы щелкнул рукавами и ушел с Сяяном и другими учениками второй горы. Дорога тянулась и исчезала в небе. Все горные мастера смотрели на эту сцену с разными эмоциями, кто-то вздыхал, кто-то радостно усмехнулся. Они также были немного удивлены внезапным проявлением огромной силы Гувуди, но они не думали об этом, как второй горный мастер. Потому что бессмертная печать девяти гор упадет только на вторую и третью горы. Им не нужно было вмешиваться, это только напрасно тратит их время и оскорбляет людей. Вскоре, с жужжащим звуком, девять горных бессмертных печатей, парящих над небом, издали дрожащий звук, затем сняли все свое сияние и спустили с него. В конце концов, он превратился в синюю печать размером с ладонь, излучающую сияние и падающую в руки Гувуди нитями хаотической энергии. Это бессмертная печать девяти гор. Гувуди был немного взволнован и дрожал, чувствуя заключенную в нем огромную и величественную силу, как будто он мог пожертвовать ею в любой момент, чтобы уничтожить все. В этот момент у него даже было ощущение, что он контролирует все девять гор. Хороший ученик. Лицо третьего горного мастера мешало скрыть волнение. Он внимательно смотрел на бессмертную печать девяти гор перед собой. В конце концов, это было сокровище девяти великих гор. Он жаждал этого почти 10 миллионов лет и, наконец, получил это сегодня, как он мог не волноваться. Однако, что заставило улыбку на лице третьего горного мастера застыть, так это то, что после того, как Гувуди получил бессмертную печать девяти гор, он не сразу передал ему этого мастера. Вместо этого он с уважением передал его Гучинге, стоявшему рядом с ним. Эта сцена ошеломила не только третьего горного мастера и других, но и ошеломила многих учеников, которые еще не ушли, и их головы никак не могли среагировать. Это сокровище моих девяти великих гор. Я думаю, молодой мастер Чинге видел много подобных. Однако, третий горный мастер быстро понял, что Гувуди пытался выслужиться перед Гучинге. Хотя он был немного раздражен, он все же улыбнулся и приготовился объяснить Гучинге. Остальные шестеро горных мастеров внезапно почувствовали, что атмосфера была немного странной. После получения печати «Бессмертие девяти гор» Гувуди не дал ему мастера. Вместо этого его отдали Гучинге. Что это значит? Выражения их лиц стали немного игривыми. Кажется, что, по мнению Гувуди, его статус мастера был не так хорош, как у таинственного молодого человека перед ним. Я видел немало подобных «Печать бессмертия девяти гор». Это оказался странный врожденный камень. Гучинге кивнул, черно-белый свет в его глазах был ослепительным, очень привлекательным. Он внимательно посмотрел на «Бессмертную печать девяти гор» в своей руке, хотя она казалась очень тяжелой и величественной. Но было неожиданно светло, и с его ладони падали пряди хаотичного воздуха. Ужасающая сила, которая могла сокрушить гору, казалось, исчезла. Он понимал, что это вызвано содержащимися в нем врожденными образованиями. Кроме того, «Бессмертная печать девяти гор» также была врожденным сокровищем, со многими врожденными линиями ДАА, содержащими ужасающую силу, которая могла легко подавить просветленных существ. Молодой мастер Чинге действительно хорошо информирован. Говорят, что «Бессмертная печать девяти гор» была сформирована из куска врожденного бессмертного камня с края неба и земли. Он родился в море Хаоса. У него чрезвычайно длинная и древняя история, насчитывающая бесчисленные эпохи. Третий горный лорд не мог не восхититься, когда услышал эти слова, но его взгляд по-прежнему был прикован к «Бессмертной печати девяти гор», и он никак не мог отойти. Ой, Гу Чинге слегка усмехнулся, его рукава слегка дрожали. Серия ярких и великолепных рунда внезапно превратилась в цепи, и их отпечатки легли на печать «Бессмертия девяти гор» в его руке. Первоначально бушующая и обширная аура также постепенно утихала, превращаясь в обычную каменную печать. В следующее мгновение «Бессмертная печать девяти гор» внезапно исчезла из его руки, казалось, беззвучно упала в другой мир. Этот мастер Чинге, что это значит? Улыбка с лица третьего горного мастера исчезла. Выражение его лица застыло, из-за чего было трудно понять движение Гу Чинге. Остальные горные мастера тоже нахмурились, глядя на эту сцену в шоке и недоумении. Может ли быть так, что третий горный мастер до сих пор не знает, с какой целью я пришел сюда? Видя шокированные лица всех, Гу Чинге все еще неторопливо говорил и с некоторым интересом спросил. Вуди, что это значит? Третий горный мастер почувствовал что-то плохое в своем сердце и не мог не закричать на Гу Вуди. Однако Гу Вуди, который обычно относился к нему очень уважительно, похоже, не слышал его слов в этот момент. Вместо этого он очень уважительно стоял позади Гу Чинге. Что-то не так. Лица многих горных мастеров также резко изменились, и они почувствовали, что что-то не так. Они прожили бесчисленное количество лет и находились в царстве просветленных существ. Почти мгновенно они ощутили ужасающую смертоносную ауру, внезапно охватившую всю гору издалека. Бум! В этот момент с далекого неба внезапно вырвалась чудовищная убийственная аура. Ужасающий импульс пронесся во всех направлениях, почти как звук барабана и молота, от которого у людей рвались барабанные перепонки и трепетали их сердца. Вздымались черные тучи, закрывая небо и солнце, как ужасающие рыцари, держащие в руках небесные ножи, копья и длинные копья, оседлали свирепых зверей и напали на них оттуда. Тысячи воинов и коней скакали в атаку, закрывая небо и землю. Их убийственная аура, казалось, сотрясла небеса. Вражеская атака. Кто-то из горных мастеров опомнился и не мог не закричать, у него глаза разбегались, и он кричал на всех. В этот момент почти все ученики были в ужасе. Глядя на это издалека, они были почти разбиты этой ужасающей аурой, и их тело вообще не могло этого вынести. Кто ты? В это время, какой бы медленной ни была реакция, он знал, что это дело не имеет абсолютно никакого отношения к Гучинге. Ужасное принуждение исходило от нескольких горных мастеров, их лица были уродливыми и холодными, и они твердо смотрели на Гучинге. Убийственная аура взмыла в небо, авторитет императора бушевал. В тот момент, когда он извергся, он чуть не разорвал мир на части, а прокинул горы и реки и разрушил вселенную. Все они были просветленными существами, совершенствовавшимися в девяти великих горах бесчетное количество лет. В этот момент они были в ярости на душе и совсем этого не скрывали. По мере распространения чудовищных колебаний менялся цвет неба и земли, тускнели солнце и луна. Луч престижа императорского царства мог уничтожить тысячи миль горы и рек. Существа и культиваторы повсюду дрожали. В далекой стране все звезды на небе дрожали, готовые упасть вместе. На протяжении веков настоящие имперские войны всегда распространялись на сотни миллионов миль. Не говоря уже о том, что перед ними было семеро просветленных существ. Да, каждого было чрезвычайно глубоким и обширным, и оно не проявлялось в будние дни. Когда-то разоблаченный, он был непревзойденным по силе, бушующим, как галактика, кровью, как вселенная, которая могла поглотить солнце и луну. Он мог разбить небо и звезды одной рукой. Ты, так это и есть твоя цель. Третья гора тоже отреагировала. Его голос дрожал, а лицо побагровело. Он не мог скрыть своего гнева. Он даже не знал о волчьих амбициях Гучинга. В эти дни он даже относился к нему, как к высокому гостю, вкусной-вкусной еде, крайне осторожен и не смеет пренебрегать им. Но, в конце концов, он даже привел людей напасть на девять великих гор. Это заставило его сердце переполниться гневом, и он был так подавлен, что чуть не выплюнул рот застоявшейся крови. Все ученики тоже смотрели на все это с изумлением и трепетом. Они никогда не думали, что девять великих гор, которые были спокойны в течение бесчисленных лет, сегодня будут атакованы тысячами солдат. Импульс был настолько велик, что это пугало и пугало. Источником всего этого мог быть молодой человек, пришедший сюда несколько дней назад. Но сейчас у него все еще был тот небрежный и спокойный отстраненный вид, и его это совершенно не заботило. Я дам тебе шанс. Те, кто сдается, могут жить, те, кто сопротивляются, умирают. После сегодняшнего дня в мире больше не будет девяти великих гор. Гучинги, похоже, не волновали сердитые и холодные лица толпы. Его взгляд скользнул по шести горным мастерам перед ним, улыбка с его лица постепенно исчезла, и он говорил равнодушно даже не думайте об этом. Не думайте, что снятие печати бессмертия девяти гор нас остановит. Вы всего лишь два человека, как вы смеете говорить об уничтожении моих девяти великих гор? Какое заблуждение. Перед лицом абсолютной силы никакое количество живой силы бесполезно. Как только прозвучали слова Гучинги, все горные мастера пришли в ярость, и в их глазах появился ужасающий луч света. Это было величественное аура царства императора. Он даже проник в небо. Под этим ужасающим световым лучом звезды взорвались в одно мгновение. Началась страшная и шокирующая война. За исключением второго горного мастера, в этот момент здесь появились почти все просветленные существа девяти великих гор. Третий горный мастер вдруг почувствовал, что после стольких дней вежливого обращения с ним его разыграл Гучинги. Это очень рассердило его и в то же время огорчило. «Небесная Дева Тиньлу, ты тоже с ним?» Спросил горный мастер, глядя на небесную Деву Тиньлу с другой стороны. Его тон был сердитым и холодным. Божественный свет в его глазах бушевал, окутанный туманной многоцветностью. Он был шокирующим и свирепым. Над его головой появилась черная, как смоль, священная печь, и вниз низвергся чудовищный истинный огонь, способный затопить вселенную. «Конечно, я с мужем». Небесная Дева Тиньлу слегка покачала головой, она была святой и вне мира. Она никогда не думала, что Гучинга решит напасть, как только получит в свои руки бессмертную печать девяти гор. Однако в ее словах по-прежнему не было особых изменений, когда она слегка подняла свои голые руки. Золотой божественный лотос расцвел под его ногами, несравненно великолепный. Кусочки цветов лотоса были подобны квадратам древних миров, вращаясь, поскольку их сопровождали грохочущие и ужасающие звуки. Сила подавления мира была подавляющей. Ее сила была очень велика, и обычные просветленные существа были далеки от ее противников. Почти мгновенно три человека бросились перед ней, демонстрируя свирепые средства. Все они были просветленными существами, хотя и были различия во времени, когда они шли по этому пути. Но, тем не менее, их восприятие и контроль над ДАО, а также законами достигли уровня, который обычные культиваторы не могли себе представить. Одно за другим появлялось оружие императора. Золотые и яркие, больше звезд, содержащие мощнейшую божественную силу, они ослепляли и поражали всех. Даже волна флуктуации может снести бесчисленное количество солнц, лун и звезд. Грохот. Начало этой великой войны в одно мгновение охватило весь континент, и мир рухнул. Близлежащие горы рухнули, древние горы треснули, и многие скалы превратились в пепел. В обычное время, когда этот континент поддерживает бессмертная печать девяти гор, космическое поле может быть стабилизировано. Но теперь бессмертная печать девяти гор была захвачена Гучинги, даже если они не хотели влиять на это место, это было невозможно. В тот момент, когда трое горных мастеров направились к небесной деве Тинеллу, намереваясь подавить ее первой, с неба рухнули три ужасающе большие руки и попытались схватить ее. Это было так, как будто огромный океан хлынул, который был потрясающим и ужасающим. Но рядом с небесной девой Тинеллу расцвел цветок золотого лотоса. Это был не просто призрак, а настоящий цветок лотоса, обладающий огромной и непредсказуемой божественной силой. Блокируя эти большие руки, оглушительный и ужасающий импульс прозвучал по всей вселенной. Остальные люди также прибегали к своим мощным методам. Некоторые держали в руках пятицветный божественный треножник и наступали на божественный меч, а другие размахивали тремя золотыми копьями. По мере того, как один за другим танцевали божественные огни, они превращались во все виды ужасающего божественного оружия, которые были чрезвычайно мощными и могли легко прорезать вселенную. Бум! В следующий момент кто-то первым атаковал Гучинга с непревзойденной аурой. Он был мастером Девятой горы. Сила просветленного существа была подобна огромному океану, чрезвычайно ужасающему и непобедимому. Звезды за пределами домена постоянно дрожали от такой силы, словно они были хрупкими, как пыль. Ты решил драться со мной? Я собирался оставить тебя в живых, но ты сам пришел искать смерти. Гучинга слегка покачал головой, словно вздыхая по нему. Но глаза его были холодны и глубоки, без каких-либо эмоциональных изменений. Столкнувшись с совместной атакой нескольких просветленных существ, ему было все равно. За это время он впитал и очистил каплю истинной крови, и его уровень совершенствования совершил прорыв. Не говоря уже о его собственных средствах, которые уже намного превысили уровень, которого могло достичь это царство. Гучинга был немного обеспокоен благословением бессмертной печати Девяти гор, что затруднит атаку Девяти Великих гор и вызовет другие непостижимые изменения, такие как чрезмерная потеря войск. Он уже просчитал эти вещи, и он был полностью уверен, но он просто ждал этой возможности. Найдя облачные гробницы, местонахождение Девяти Великих гор, он заставил множество силовых станций остаться на древнем военном корабле, чтобы подготовиться именно к этому моменту. В следующий момент он сделал ход. Столкнувшись с сокрушительным ударом Девятого горного мастера, из его тела поднялась чудовищная хаотическая энергия и красочный божественный свет. Пальма была подобна бессмертному богу, золотая и огромная, поскольку покрывала все. Он вздымался, одновременно бомбардируя фигуру перед собой. Бум! Ослепительное сияние вспыхнуло, как множество звезд, взорвавшихся перед тем, как прокатиться по небу и земле. Это непосредственно заставляло эту фигуру сильно трястись, вызывая сильную физическую боль, в то время как появлялись ужасающие трещины. Как ты можешь быть таким сильным? Вы явно не просветленное существо. Он посмотрел на Гучинга перед собой с некоторым ужасом. Эта огромная и бушующая хаотичная энергия была подобна огромному океану. Но в этот момент он вдруг увидел что-то лишнее в руки Гучинга. Это была желтая тыква размером с ладонь с голубыми линиями, обернутыми вокруг поверхности, и красными лучами света, и спускающими десятки тысяч лучей. У него была ужасающая убийственная аура. Бессмертная губительная тыква. Почему эта штука в твоих руках? Девятый горный мастер узнал этот объект. Он был потрясен и еще больше напуган. Он, естественно, знал весь ужас этого объекта. Он не смел быть беспечным. Куски императорского писания поднимались из его тела, и законы царства императора хлынули, превратившись в сильный и несокрушимый щит, пытающийся сопротивляться. Выражения лиц остальных горных мастеров также резко изменились. Они знали о силе и тайне этой штуки больше, чем обычные люди. Они не знали, как бессмертная тыква убийцы, которая была потеряна вначале, попала в руки Гучинга. Я еще не видел силу этой штуки. Сегодня я попробую. Выражение лица Гучинга не изменилось. Его мысли слегка сместились, и на поверхности бессмертной тыквы убийцы появилось красное свечение, как будто тысячи аурмича собрались вместе. Затем изо рта тыквы вырвалось красное сияние, которое, казалось, пронизывало вселенную, разрываясь сквозь века, вырываясь с бесконечной убийственной аурой со скоростью молнии. Это было невообразимо, а затем прорвалось фырканьем. Тело девятого горного мастера перед ним внезапно было разорвано посередине. Кровь хлынула из раны, а ужас и неверие все еще читались в его глазах. Вместе с душой она также была разбита и резко обрезана. Остальные горные мастера не могли не чувствовать, как их скальпы покалывают, как будто они чувствовали холод на шее. Это было не так просто, как отрубить голову, поскольку во время процесса человек был еще жив. Действительно не проблема убить самое слабое просветленное существо. Увидев эту сцену, Гучинг был несколько удовлетворен. Сила бессмертной убийственной тыквы зависела от уровня развития ее мастера. В конце концов, ему еще предстоял долгий путь, чтобы достичь царства просветленного существа. Девятого горного мастера перед ним можно было рассматривать только как слабого человека в царстве просветленного существа. В атаке была несравненная несравненная резкость, и всякий раз, когда она использовалась, она видела кровь. Но если он хотел использовать его снова через короткое время, это было невозможно. Я буду драться вместе, он единственный человек и точно не наш противник. Трое горных мастеров тоже выглядели немного настороженно. Они также знали ужас бессмертной убийственной тыквы, и до сих пор у них не было возможности узнать, какие еще методы были у Гучинги. Так что теперь единственным выходом было атаковать всех вместе. Он не верил, что их так много, и они не могут убить Гучинги. Мастер, вы не противник молодого мастера. Я советую учителю остановиться. Увидев, как третий горный мастер движется к Гучинги, Гувуди какое-то время боролся и не мог не убедить его. Ты предатель. Мастер трех гор не знал, когда Гувуди предал его и даже все девять великих гор, его лицо было пепельным. В этот момент он догадался о происхождении Гучинги. Можно сказать, что высшие царства, восемь пустоши и десять областей находились в состоянии бесконечной враждебности. Девять великих гор также принадлежали восьми пустошам и десяти регионам, и они много раз отправляли учеников из мира, чтобы предотвратить вторжение в высшие царства. Если армия верхнего царства нападет на них, они определенно не позволят им уйти. Не забывай, что я тебе сказал. Гучинги увидел, как многие горные мастера пришли, чтобы напасть на него, выражение его лица не изменилось, но вместо этого он пристально посмотрел на Гувуди. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...